МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народное Славянское Радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас 26-й день месяца новых даров, 7524-го лета, понедельник по одному из древних календарей, а по одному из современных, 27 ноября 2015 года, пятница. Питание и здоровый образ жизни в славянских традициях. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий Лапшина Дмитрий Михайлович. Здравия тебе, Дмитрий! Здравствуйте, друзья! Ну что ж, начинаем эфир. А это означает, что надо разобраться, что же такое питание и здоровый образ жизни. Не просто так, как мы привыкли слышать из некоторых телевизионных и радиоканалов, или читая в газетах и журналах, а с точки зрения славянских традиций. Отлично. Я тогда, наверное, начну с вообще ролью питания и взаимосвязи заболеваний и развития, прежде чем раскрою всю эту тематику свою. Хорошо. Так, ну, первым делом хотелось бы сказать, что истинная причина практически всех заболеваний это длительное отравление организма мертвой и нездоровой пищей. В результате, как мы уже знаем, наш организм переходит от здорового щелочного режима, свойственному молодости, здоровья, продолжительной жизни. И вот в результате отравления тела и мертвой и нездоровой пищи наш организм переходит в кислотную среду. А кислотная среда является всевозможной активной средой для развития всевозможных вирусов, бактерий и паразитов. И вот тем самым мы меняем свою среду, переходим от щелочной в кислотную среду. Но здесь такой механизм, что вирусы, бактерии и паразиты, они никогда просто так не атакуют наше тело. Именно катализатором этого явления является кислотная среда нашего тела. А она, в свою очередь, является в результате неправильного питания человека. Я сторонник обычно говорить прямо что-то кратко, поэтому если будут вопросы, можно будет все это развернуть. Тогда давай сразу уточтим, где можно задавать вопросы. Вопросы можно задавать на нашем сайте slavmir.org в чате. А чат, я думаю, что любой найдет такое слово на нашем сайте. Там написано «чат». Нажимаете на него. Дальше появляется окошко регистрации или входа. Если вы еще не зарегистрированы, то придумывайте логин-пароль латиницей обязательно. И нажимаете «сохранить», «зарегистрироваться». Это занимает буквально 10 секунд у тех, кто умеет работать с клавиатурой. Ну, кто не умеет, чуть побольше. И после этого вы уже постоянный пользователь. Не забывайте свой логин-пароль, потому что он не одноразовый. Вы постоянно сможете присутствовать в чате и общаться, и задавать вопросы в эфир. Найти наше радио очень просто. Народное славянское радио. Набирайте в любом поисковике. Попадайте на сайт slavmir.org. Ну, надеюсь, все объяснил. Так что можем продолжать. Пожалуйста. Отлично. Итак, хотелось бы подчеркнуть именно то, что мы должны строго оценивать любые элементы, которые впускаем в свое тело. В особенности питание и дыхание. Итак, я обычно на своих занятиях предоставляю, раскрываю несколько таких вот примеров. Первый. Когда, к примеру, человек употребляет то же самое яблоко. Если взять в яблоко посмотреть под микроскоп, мы увидим сначала молекулы. А дальше в недро молекул посмотреть под микроскоп, мы увидим частицы. И вот если в недро частиц посмотреть под микроскоп, то мы увидим электромагнитное поле, которое вибрирует на определенных частотах. И вот если каждый человек будет смотреть на свое питание с этой точки зрения, то напрямую со временем начнёт понимать, что любое питание влияет и на собственные вибрации, в данном случае на вибрации сознания, вибрации головного мозга. И вот когда кто-то умирает, независимо от того, либо человек в старости, к примеру, либо собака, какое-нибудь животное, сбитое машиной, какая-то там катастрофа, независимо от того, к примеру, для примера возьмём собака, её клетки моментально перестают вибрировать. И в этот момент они становятся активно кислотными по своему химическому составу. И вот здесь уже эта кислотность служит сигналом, что данную плоть пора разлагать, где вступают в задействие вирусы, бактерии, паразиты, и они просто-напросто выполняют свою функцию, придают плоть земле. Точно так же и человек. Неправильное питание мы меняем, закисляем тело, теряем щелочность, впадаем в кислотность, и вирусы, бактерии, паразиты, они просто-напросто распознают нас по кислотности и начинают взаимодействовать с нами, в результате которых уже включаются дальше болезни. Другими словами, вирусы, бактерии, паразиты не всегда существовали, существуют и будут существовать, но никогда не мешали людям духовно самосовершенствоваться. Именно как раз атаки их не становятся те, кто пытается как-то увилять от законов гармонии природы, закисляя свое тело, то есть, идя на поводу своих вкусовых рецепторов, уничтожают сами себя изнутри. И вот многих обычно как раз интересует, возникает такой вопрос, как так, два человека находятся в одной и той же среде, один заболевает, а другой нет. И вот как раз здесь, один находился в кислотной среде своего тела, он заболел, а тот, кто находится в щелочной среде, поддерживает свою щелочность и внутренний космос, внутреннее здоровье, тот никогда не заболеет. Вот таким вот образом. То есть, давай так подведем итог вот этой вступительной части, что все вирусы, все паразиты так называемые, они существуют на Земле не просто так, а для того, чтобы очищать мир от тех существ, которые сами себя ставят на путь уничтожения, которые, скажем так, готовы к разложению. Совершенно верно. Благодаря им и происходит процесс разложения, гниения. Ну, понятно. И получается, что если человек себя доводит от этого состояния, то он таким образом, всеми способами сигнализирует, ребята, идите ко мне, я готов, я готов, пожалуйста, кушайте меня, вот я вам весь вот такой красивый. Совершенно верно. И здесь, чем кислотнее тело, вернее, чем кислотнее организм человека, тем вирусы, бактерии, паразиты в нем более активны. А чем менее кислотнее, они менее активны. А в щелочной среде, грубо говоря, им там вообще неинтересно, им там нечего употреблять, нечего есть. И вообще это не среда для их жизнедеятельности. Они там выжигаются, умирают. Вопросы уже поступают в эфир, но я думаю, мы поступим так. Сначала мы дадим Дмитрию высказаться по этой теме, а когда уже тему он раскроет, мы тогда уже будем озвучивать эфиры. Если какой-то эфир, в эфире вопросы. Если ответ на вопрос уже прозвучал в эфире, то мы его озвучим. А дальше, если будет уточнение, то мы уточним. Если нет, то будем переходить к следующему вопросу. Такая схема устроит? Замечательно. Хорошо. Тогда сейчас я вопросы аккумулирую из чата. Напоминаю, что вопросы, например, только в чате. Я уже говорил, как в IT, словомир.орг, набирайте чат, дальше логин, пароль, и вы уже полноценный чатланин. А после этого продолжаем набирать вопросы. А Дмитрий продолжает рассказывать тему. Пожалуйста. Итак, кислотно-человечный баланс – это то, что сегодня мы в медицине называем углеводородный заряд. То есть, то, что мы проверяем как PH. PH тела. Сегодня существует PH, допустим, крови, PH любого органа, PH слюных ферментов. У каждого есть элементы PH. И своя таблица соотношений. Мы обычно разбираем PH, такой среднестатистический, это процентное соотношение CO2 в нашего организма. И вот если CO2 падает ниже 3,5% в нашего тела, в нашем организме, наступает смерть физического тела. А если соотношение процентное CO2 7,5 – это тело без болезни. Дальше идет сверхвыносливость и увеличение продолжительности жизни. Поднятие процентного соотношения CO2 в нашем организме никаким лекарством, никаким современным медицинским препаратом не поднять. Это для поднятия этого элемента у нас ключик, который заложен у нас от природы – это дыхание. Регулируя дыхание, регулируя сердцебиение, занимаясь определенными здравицей, к примеру, дыхательной, человек сам себя самосовершенствует. Либо на данном уровне, либо если взять другую традицию, к примеру, это то, что называют в восточных традициях, как пранаямы, либо другие дыхательные практики. Дыхание – это единственный ключик, который заложен у нас от природы – себя самосовершенствовать, поднимать PH. Продукты питания, они не столько, сколько поднимают, сколько они вызывают сопротивление и не понижают. Могут лишь способствовать поднятию. Но прямой метод – это дыхание. Это что касается этой темы. И вот сейчас хотел бы как раз перейти, как питание влияет именно на самосовершенствование человека и уровень питания в ведической традиции, которые были. Итак, в старину на Руси применялось девять форм пищевого поста перед единением со Святым Духом, так называемый. Итак, первая форма питания – это питание зерном и злаками. То есть, современно то, что мы называем, это вегетарианство. Параллельно этому человек еще взращивал свои морально-этические качества, применял, так сказать, определенные соблюдения заповедей. Не убей, не укради, не прелюбодействуй. И все, что с этим связано. Но это больше библейские все-таки заповеди. Вегетические там более расширены. Ты более упрощен на варианте ей даешь. Да, я просто хочу сделать акцент именно на питание, а не на морально-этические вот эти вот качества. Да, поэтому все очень просто. Хорошо, давай дальше. И вот вторая, здесь именно хотел подчеркнуть, что, меняя питание, мы должны еще регулировать свою душу, свою совесть. Итак, вторая форма питания – это питание овощами и травами. То есть, что мы сегодня можем называть как сыроедение. Третья форма питания – это было малоедение. То есть, человек начинал со временем питание овощами и травами, немножко ограничивать себя в еде, применять посты раз в неделю и не переедать, вставать из-за стола с легким чувством голода. Переесть – значит отравиться. Сегодня есть такое выражение, так сказать, держите голову в холоде, а ноги в тепле. Но раньше она немножко звучала шире. Это как держите голову в холоде, желудок в голоде, а ноги в тепле. Ни одно животное в природе не употребляет пищу, когда болеет. То же самое человек переедает, он сразу отравился. Даже если употребляет правильное питание, так как переесть – это сразу удар по печени. Итак, следующая, четвертая форма питания – это питание заговоренной водой. То есть человек трезубцами, если, допустим, жрец-волх мог рисовать руны на воде, воду в ступе толочь, и все, что с этим связано – это уже вода силы, так называемая. Пятая форма питания, как сегодня это можно выразить, питание слюнными ферментами. Существуют даже практики по активации наших слюнных ферментов, так как это наши железы. В данном случае шишковидная железа, ее активность. Следующая, шестая форма питания – это питание сиянием. То есть то, что сегодня называют как питание солнцем, питание солнечным, вернее, светом, питание лунным светом и питание звездным светом. Далее, седьмая форма питания – это питание режей. То, что у нас сегодня называют питание силой, либо питание энергией. Следующая, восьмая форма питания – это питание огнепитания. То есть это уже более тонкое энергетическое питание по вибрациям, нежели питание солнцем. И девятая форма питания – это питание святым духом. Поэтому считается этот уровень питания, когда праведник достигает этого уровня, он не нуждается не только в питании, но и в дыхании. И вот наивысшая степень, так называемое, питание при достижении единения со святым духом. Причем, Дмитрий, смотри, что самое интересное. Современные люди очень часто употребляют это слово, но больше в ироничном формате. Ты что, типа, святым духом питаешься? Да, да, да. А ведь никакого подразумевания под тем, что это высшая степень, скажем так, созревания человека в смысле духовном и душевном, как-то не подозревается. Совершенно верно. Сегодня как поломанный телефон, а многие как выражения, так и слова исказились, к сожалению. Ну, что есть в жизни, да. Какие мысли, такая жизнь, какая жизнь, такие и выражения. Хорошо. Наверное. Итак, влияние питания на развитие. Человек может себя самосовершенствовать и развивать как изнутри, занимаясь всевозможными как практиками, так дыхательными, либо словесными, то, что там где-то могут назвать пение молитвы, пение мантры и все, что с этим связано. Так и человек может себя развивать извне, то есть регулировать свое питание, либо голодание, посты. Есть средний, серединный путь, это когда человек развивает себя и изнутри, занимаясь всевозможными практиками внутрь, так и извне одновременно. То есть регулирует и питание, и развивает себя изнутри. В результате которого человек самосовершенствуется быстрее. Так как на процесс всеедения затрачивается колоссальный ресурс, причем энергетический. Больное тело всегда отнимает на себя энергию и внимание. Здоровое же тело способствует нашему духовному развитию, так как тело это и есть продолжение духа. И точно так же в здоровом теле здоровый дух. Никак не иначе, одно без другого не развивается. Это все равно, что важнее правая рука, либо левая нога. Важно все. Так и тело, и дух. Одно опирается на другое. Без сильного и чистого тела человек будет только тратить на духовное самосовершенствование и уйдет только в познание, в лирику и так далее. И вот, если взять энергетический потенциал за 100%, к примеру, обычного среднестатического человека, наверное, всеедения, то 80% жизненной энергии человек тратит на процесс пищеварения. 10% жизненной энергии человек тратит на умственную деятельность. И 10% растрачивается на физическую деятельность. И вот 80% такой колоссальный ресурс человек тратит на процесс пищеварения. И вот, соответственно, чем выше форма его питания, тем меньше тратится процесс растрата энергии. И происходит высвобожденная энергия в, так сказать, дает здоровье, либо духовность, либо какие-то соцзадачи, увеличить свою интеллектуальную деятельность, логическую, либо внутреннюю, интуитивную. И вот питание напрямую влияет на самосовершенствование человека. То, что сегодня в медицине называют, к примеру, шишковидная железа человека после 12 лет не развивается. Она начинает, наоборот, уменьшаться в своем радиусе, в своем объеме. Так вот это как раз происходит из-за кристаллизации, когда человек закисляет свое тело, и организм начинает кристаллизовать свои железы, в данном случае шишковидной железы. А от шишковидной железы напрямую зависит гармония полушария мозга. То, что говорится, глубинная книга, которая спрятана за семью печатями. Вот семь печатей – это семь шейных позвонков. И глубинная книга – это состояние веды, то есть просветление. И вот включается она, когда у человека полностью проявляется сила шишковидной железы, то, что точно так же на Востоке называют просветление сознания. В нашем же языке это выражалось как чисто поле. Девять форм сознания. Чисто поле – седьмая, то есть просветление. А были иная, за которой окончается вещелес. То есть вещелес – это подсознание, все мысли формы наши. И вот были иная – это уже состояние высшего единения с Духом. И вот многие сегодня традиции, в том числе как славянские, так и других традиций. Сегодня много развелось всевозможных путей самосовершенствования. И вот одни делают акцент на Дух, на сознание, другие – на Душу, либо на энергетику, а третьи – на тело, на телесности. Но цель целостного развития – это развивать сразу все. И то, и второе, и третье. Так как одно влияет на другое. Развивая одно, развивая третье. Многие же, к примеру, занимают, стараются заниматься духовностью. В то же время достигают каких-то способностей. Я просто знаком с этим не понаслышке. Достигают определенных способностей. Владеют определенными сильными вещами. Но в то же время на уровне ума. Думают, как это будут применять свои способности в каких-то корыстных, либо потребительских целях. А физическое тело продолжает кислить какой-нибудь кислотной, нездоровой, термально обработанной пищей. В результате чего наши сокровища, то есть тело, душа и дух, как лебедь, трак и щука, в три стороны расходятся. И то, что перевесит человека. Либо его сила, устремление в самосовершенствовании, либо его слабости вкусовых рецепторов утянут назад. Либо его ум уведет в сторону. И так далее. Вот суть целостного самосовершенствования – это наши три фундамента акцентировать и развивать одновременно. В результате чего человек покоряет свою вершину горы максимально быстро. Это не обязательно духовность, но в приоритете. Это даже если человек стремится к здоровью, либо к интеллектуальным своим вершинам. Если развивать три фундамента сразу, то это достигается и покоряется максимально быстро. Нежели вытягивать что-то чем-то одним. Вот, в принципе, что касается влияния питания на самосовершенствование. И вот сегодня то, что мы называем сыроедение, активно распространяется. Все больше и больше набирает оборотов. Но, тем не менее, люди продолжают сыроедить. Но сыроедить неправильно. То, что я обозначил девять форм питания – это лишь всего как уровни питания. Но важны не уровни питания, а важны правила питания. Наши предки раньше говорили следующим образом. Человечество изначально осознает уровни питания и правила питания. И только потом они смогут открыться внутренним источникам энергии, духовно обогащающих их. И вот многие учитывают уровни питания сегодня, но ничего не знают о правилах питания. А вот именно в них основные ключики. Несмотря на каком уровне питания человек не находился, если не зная, как правильно питаться, он может себя навредить даже на сыроедении. То, что сегодня мы как раз и видим у новичков сыроедения и даже встречается у медиков, сыроедов, профессоров. Я просто с ними очень много сотрудничаю и знаю многих. И вот если било пробежаться по правилам питания, я назову всего лишь шесть, которые можно ухватиться, не погружаясь в духовности. И вот шесть основных правил питания. Это связано с водой. Ни в коем случае не пить и не употреблять воду во время еды. Вода употребляется либо за полчаса до еды, либо через час-три часа после еды. Второе правило. Долго жевать, жизнь продлевать. Разжевывая пищу, мы ее, первое, обогащаем своими слюнными ферментами, а второе, идет уже активное насыщение в полусерта. А человека питает не то, что мы едим. Человека питает то, что мы усваиваем из съеденного. Итак, третье правило питания – это настроение. Человек должен наслаждаться от питания, от своего питания, а не так одновременно смотрит, чается, ест и ни то, ни другое, ни третье, не проживается. А настроение – это алтарь, на которую мы кладем пищу, которая точно так же ускоряет процесс насыщения тела. Четвертое правило питания – это уже ближе то, что мы сегодня называем раздельное питание. Человек не должен ни в коем случае сочетать белки и углеводы за раз. Белковые продукты требуют кислотных ферментов для своего пищеварения, углеводы требуют щелочных ферментов для своего пищеварения. К примеру, если человек смешивает и то, и другое за раз, к примеру, орехи с медом. В свое время многие занимались спортом, я в том числе начинал с этого, и тренер гоняет постоянно нас, и так называемое питание богатырей – орехи с медом. Но когда человек разжевал это все одновременно за раз, проглотил, пища попадает в желудок, желудок – это фабрика по распознаванию пищи. И вот распознав, что в него попали орехи, предоставим ей кислотные ферменты. Распознав, что тоже есть мед, предоставим ей щелочные ферменты. А мы уже знаем, это буквально какой у нас там третий либо пятый класс химии, кислота и щелочь при взаимодействии, при соединении, она нейтрализует друг друга, в результате которого пища не переваривается. Максимально, что успело в момент расщепления щелочи и кислоты, то расщепляется. Пища, не расщепленная до конца, повторно требует этих элементов. И здесь уже человек натыкается на такой момент, для того, чтобы наши органы внутренней секреции повторно выработали и кислоту, и щелочь, наши органы внутренней секреции работают со стократной перегрузкой, истощая нас энергетически. И вот это как раз и выражается, когда человек ест, либо поел, ему охота поспать в сонливое состояние. Это как раз первый признак, либо человек съел, соединил с чел несочетаемое, либо переел. Это сразу истощение нас энергетически. Далее, пятое правило питания. Вот как раз здесь уже связано с вставать из-за стола с легким чувством голода. Переесть значит отравиться. Даже если человек употреблял живую растительную пищу, сразу удар по печени. Вставать нужно из-за стола с легким чувством голода. Есть такое выражение, что больной человек употребляет пищу три раза в день, здоровых я, два раза в день, а чистый один раз в день. То есть, чем чище тело, перешли мы от кислотной в щелочную среду, тем активнее насыщение. А чем активнее насыщение, тем меньше продуктов питания человеку нужно полноценно съесть для своего тела. И шестое заключительное правило питания связано с тем, что пищу необходимо употреблять только тогда, когда это требуется физическому телу. На сегодняшний день есть три сигнала голода. Первый – это синдром незаполности желудка. Когда, к примеру, желудочный сок вырабатывается к уроченному часу, человек ощущает, что желудок сосет, и ему кажется, что голоден. Это первый ложный сигнал голода. Человек подменил сигнал сытости сигналом забитости своего желудка. Человек привык накидать все себе в желудок, там встает колом камнем, а человеку кажется, что он сыт. На самом деле желудок забит. И вот как раз первый сигнал голода, когда человек чувствует пустоту. Это всего лишь еще синдром незаполности желудка. Никакого отношения к голоду физического тела оно не имеет. Второй ложный сигнал голода – это психика, которая выражается во вкусовых рецепторах. Когда человеку, допустим, захотелось активно сладкого, соленого и так далее и тому подобное. Все это наша психика. Так как именно психика, психовые недостатки человека выражаются во вкусовых рецепторах. К примеру, когда в человеку не хватает счастья, либо жизнерадостности внутри, он начинает организм, наша сущность, наша душа, начинает искать его извне через вкусовые рецепторы. И вот так, когда человеку не хватает счастья, веселья, ему захочется сладкого. Когда в человеке не хватает воли, либо решимости, ему захочется острого. Итак, шесть вкусовых рецепторов, каждый отвечает за свое психическое состояние. Это еще тоже ложный сигнал голода. Единственный истинный сигнал голода – это слабость физического тела. Это единственный рецептор у нашего организма, который подается, что тело проголодалось, я хочу есть, давай подкрепимся. Вот, в принципе, все шесть правил питания. Хорошо, давай мы прервемся на музыкальную паузу, полчаса у нас уже прошло, и после этого продолжим наш эфир. Да, замечательно. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 26-й день месяца новых даров 7524-го лета от створения Мир в Звездном Храме. Понедельник по одному из древних календарей, а по современному, верно сказать, по одному из современных. 27 ноября 2015 года, пятница. Питание и здоровый образ жизни в славянских традициях – такова тема сегодняшнего эфира. Главная сведущая Лапшина Дмитрий Михайлович. Ну что ж, продолжаем разговор. Если еще тема не раскрыта, предоставляйте микрофон. Продолжай. Итак, хотелось бы продолжить, как раз завершая прошлую тематику. Это вот как раз ошибки современных сыроедов, так и медиков-сыроедов, профессоров. Это как раз одни учитывают уровни питания, но ничего не знают о правилах питания. Другие же, наоборот, стараются регулировать правила питания, но мало учитывают уровни питания. Здесь же суть – учитывать и то, и другое. И правила питания, и уровни питания. И вот так, для наглядности, завершая эту тему, к примеру, многие сыроеды сегодня сыроедят, зеленые коктейли, зелень, бананы и так далее и тому подобное. Все замечательно, но тем не менее, не подозревая для себя, я просто могу как-то резко высказаться, но тем не менее, не подозревая для себя, создают из своего желудка мусорное ведро. Так как, как уже говорил, одно из правил питания – это раздельное питание. Если ни в коем случае человек не должен разделять белки и углеводы, то все, что касается фруктов и ягод, это вообще питание плодами, плодоедение, это все монопитание. Ни фрукты ни с чем не сочетаются. И вот подобные уровни питания, вернее, смешивания и приводят к человеческому внутреннему разрушению. Когда сначала дается первая, вроде бы, сытость, но нарушая наш обмен веществ, гормональный фон, у нас каждый месяц заменяются клетки кожи. Каждые где-то 6 месяцев заменяются более плотные клетки, это клетки мышц. Где-то 10 месяцев либо год заменяются клетки органов. И около 70 лет заменяются клетки костного уровня. И вот здесь как раз, когда начинают заменяться клетки костного уровня, и возникают проблемы, перед этим замена клеток центральной нервной системы. Когда человек сыроедел, к примеру, либо какой-то другой уровень питания, оно совмещало несовместимое. Вот здесь как раз заменяются клетки центральной нервной системы и костного уровня, это начинает всплывать на поверхность и бить по человеку. И вот, в принципе, одно из самых важных, это учитывать именно и учитывать правила питания, нежели уровень питания. Если даже человек просто учитывает правила питания, то даже если он сието, организм со временем начнет отторгать от себя трупный яд и аммиак, то есть это мясо, рыба, яйца, все, что содержит животный холестерин. Если занимается дальше, еще внутренним космосом, своим дыханием и так далее, то организм начнет отторгать термально обработанную пищу. С термальной обработкой пищей питание продукты теряет самое главное, самое важное и самое ценное для нас. Это, первое, растительная клетчатка, которая гибнет при температуре 63 градуса Цельсия, она очень необходима нашей микрофлоре кишечника. И второе, важное, это так называемые ферменты энзимы, которые гибнут при температуре 40-43 градуса Цельсия. Эти элементы необходимы нашему желудку, которые запускают как раз тот процесс пищеварения, который сегодня в медицине называют аутолиз, саморастворение пищи. Вот, в принципе, все, что касается питания, его влияния. И немножко о корне традиций всевозможных. На сегодняшний день много-много путей самосовершенствования и традиций. Есть так называемые славянские йоги, так, спас и им подобные, даосские йоги, буддийские, индийские, тибетские, кавказская, по крайней мере, для меня недавно я узнал об этом направлении, и йога ситхов, к примеру, тамильских. И вот все объединяет, вернее, все разъединяет лишь ум. Разъединение происходит лишь на уровне ума, формирование определенных традиций. На уровне же духа все едино, нет какого-либо разделения. Дух не делит на мужчина-женщина, дух не делит на белый-красный, черный и так далее, и тому подобное. Разделение происходит первое на уровне души, когда формируется наша индивидуальная матрица, а потом уже на уровне ума. И у каждого свой вектор. На уровне духа мы все едины, на уровне духа мы все определенные свеля, то есть чистота вибрационная, содержащая свою информацию и содержащая свою душевную чистоту, определяющую нашу матричную картинку. Вот, по сути, на этом хотел бы поставить свою точку в презентации. И теперь, если будут какие-то вопросы по любой из этих тематик, с удовольствием могу ее развернуть. Что ж, вопросов поступило много, непривычно много для начала эфира. Итак, поступили и затаились. И ждут теперь, когда мы их будем зачитывать. И чувствую, я стану таким скорочитателем, потому что написали вопросы не просто короткие, а достаточно внушительные по размеру. Ну что ж, все, что ты говоришь, в принципе, наверное, многим людям так или иначе знакомо. Те так или иначе слышали о раздельном питании, многие слышали, что такое энзимы, многие слышали, что такое клетчатка и так далее и тому подобное. Многие также неоднократно говорили, что раздельное питание – это правильно, потому что вот желудок, он же не может одновременно тебе и кислоту, и щелочь выделять. Иначе химический процесс это в соль превращает, и, в общем-то, бесполезные занятия получаются. А потом пуки-ахи, и человек не знает, что ему делать постоянно. То его пучат, то у него там колом все стоит в животе, и он уже мучается в определенном месте, в определенном заведении. Это все здорово, понятно. С чего начинать? Вот вопрос. Потому что современный человек в ожидании Нового года начинает заготавливаться за несколько дней нарезанием, натиранием, навариванием, нашпариванием, и все такое вкусненькое, и все в таком большом количестве. Пришел человек в гости, глазки бегают по столу, а тут хозяйка стоит с поварешкой, говорит, попробуй только меня расстрой тем, что не попробуешь вот это или вот это. Да, здесь такой вот момент, начинать можно с самого простого. Первое. Это хотя бы вставать из-за стола с легким чувством голода, то есть не переедать. Пускай это сегодня будет как-то там смешанное, но постепенно изо дня в день разделять все на... Вкидывать себе, допустим, в салат все меньше и меньше. Сначала, допустим, учитывать, допустим, три продукта, потом два продукта, потом уже переходить к одному продукту и так далее, постепенность. Но до этого это не переедать. Лучше отдохнуть, пускай там пройдет час-три часа, присесть еще раз, чем утром наелся, но там на неделю вперед, ни в коем случае, постепенно. И самое важное для того, чтобы наш обмен веществ выводил в блоки шлаки и токсины, даже если мы сочетаем несочетаемые, либо нарушаем правила питания, мы должны регулировать свой ПОАЖ. Чем выше ПОАЖ, тем быстрее границ все выведет. Поэтому поначалу вставайте за слабым чувством, с легким чувством голода, лучше почаще приесть, лежит наедться, и параллельно заниматься хотя бы дыхательными практиками. Как минимум, обычные задержки дыхания. На вдохе, поначалу, если человек имеет какие-то сердечно-сосудистые заболевания, либо заболевания сердцем, либо плохо со здоровьем, начинает только задержек дыхания на вдохе. И постепенно, изо дня в день, к примеру, по 10 подходов между подходами пауза отдыха не превышать должно минуты. И вот, сделав 10 подходов, через неделю-два-три показатели начнут расти, а с ростом показателей в задержках дыхания будет и подниматься ПОАЖ. А выше ПОАЖ быстрый метаболизм выводит шлаки, блоки и токсины из тела. И если же человек довел задержку дыхания на вдохе, комфортную, самое главное через силу сидеть в задержке дыхания, определяется это, человек сделал задержку вдох, задержку дыхания, закрыл нос и сидит свою меру. После этого у него выдох, мы не должны его слышать, он должен быть мягкий, а если же выдох потом после задержки резкий, значит мы пересидели. А значит чистка будет быстрее, чем организм выведет, успеет вывести все блоки шлаки и токсины, это криз, это ацетоз. Вот то есть комфортная задержка, мы не должны ее слышать. И если человек довел до уровня 60 секунд на вдохе, он может переходить к задержкам дыхания на выдохах. И то же самое в меру в комфортности доводить до минуты задержки дыхания. И вот если человек 10 подходов делает в задержке дыхания, и у него все минимум 60 секунд, это уже уровень тела безболезни, когда физическое тело перестает болеть. И так человек может себя лечить, выздоравливать, не опираясь ни на какие медикаменты, ни на каких врачей. Это ключик, данный нам от природы. То есть дыхание и не переедать. Хотя бы начать с этого. Хорошая простая практика по дыханию. Аналог, вот те, кто еще не научился так дышать, если вдруг нужно от чего-то избавиться, то есть такой простой аналог, некоторых американских фильмов показывают, когда пакет просто подносят и начинают в него дышать туда-сюда, туда-сюда. То вот СО увеличивается, и с чем-то это похоже. Конечно, это не тот, не совсем тот вариант, это слишком упрощенно. Но все-таки насыщение СО, оно происходит. Совершенно верно. А СО-2 – это элемент бессмертия физического тела, который не дает клеткам окисляться и разрушаться. И еще тоже, когда где-то с кем-то общаетесь, бывает так, что очень увлекаетесь беседой, волноваться начинаете. Вот очень полезно научить себя дышать, как бы то, что называется, через раз. То есть медленно вдыхаете, очень-очень медленно дыхаете, задерживаете, и медленно-медленно выдыхаете, как будто вы дышите через раз. Ваш оппонент дышит постоянно так, а вы дышите через раз. Он три раза вдохнул, а вы через раз, через свой раз. Он четыре раза вдохнул. Вот это очень хорошая практика. В старину, в славянской, в Спасе, по крайней мере, ее называли раньше техника дыхания полоза, либо дыхания змеи. Даус эту технику называет дыхание черепахи. Замедление ритмов дыхания. Совершенно верно. Да, потом удивляются, а почему-то вы так молодо выглядите в свои 80 лет. Да, совершенно верно. А вот дышу так, не тороплюсь, живу я так. Значит, вот хочу уточнить следующее. В ведических писаниях часто можно найти следующие выражения и упоминания о том, что до определенных катаклизмов на Земле жители Земли, ну, скажем так, то, что называется расой, питались фруктами и овощами, которых было в достаточном количестве, и питались не так часто, как мы сейчас, а, к примеру, там, съел какой-то плод, и у тебя хватает на один-два дня, а в некоторых случаях там до недели, к примеру. И жили счастливо, жили подолгу, хотя я считаю, что цель человека – не прожить долго, а прожить качественно, чтобы взять то, что необходимо. Вот, а после того, как произошли некоторые неприятности, растения были отравлены, и уже невозможно было питаться тем, что, ну, какое-то время, тем, что Земля в свое время давала, похолодание опять же начались, многие растения были уничтожены, и люди перешли, то, что называется, на консервный подножный корм, то есть стали употреблять животных, стали, в общем-то, вести, на мой взгляд, не совсем ту жизнь, которая им дана была от богов, от природы. Есть ли у тебя какие-то сведения о том, что такие времена были, и как люди потом выходили из этого состояния? Да, у меня есть как своя точка зрения на этот момент, так и есть определенная легенда, хранящая, передавающаяся в Спасе, по крайней мере, в Южном Спасе. Раньше человек, так сказать, аз, бог воплощенный на Земле, был богоподобным, не нуждался в питании, духовно развивался и самосовершенствовался. И вот первый, так сказать, запретный плод, так называемый яблоко. И вот яблоко, и то, что называют, не столько, сколько было особенное, либо запретное, это я сейчас уже свою, так сказать, точку зрения рассказываю, нежели было обычное яблоко, когда человек начал переходить от энергетического питания к плотному питанию, к сыроедению. Потом, возможно, всевозможными катаклизмами, катастрофами, либо пища попала на тот же самый огонь, там попробовали, не знаю, вкусил термально обработанную пищу, пошли в вкусовые рецепторы играть. И так он раскочегарился в вкусовых рецепторах. И так, то есть, было формирование как в питании вниз, сегодня уже говорят, что даже медики, что всеедение термально обработанное, это последнее звено в цепи питания, и то, что человек ложкой копает себе могилой. И сейчас происходит, наоборот, познав термально обработанную пищу, идет движение обратно вверх. Несколько лет назад все раскручивалось вегетарианство, сейчас начинает прорастать сыроедение, и встречаются люди, которые достигают уровней энергетического питания. Вот, я думаю, да, это действительно было так, что посыроедил, потом путем каких-то вещей пища попала на огонь, либо сохранив, с целью сохранения продуктов, те же самые консервирования мяса, дичи. Наши предки под мясом понимали только рыбу-птицу, а под дичью понимали это уже то, что мы сегодня называем мясом. И вот так, возможно, и было. Мне видится так, что когда, ну, представляешь себе, например, произошла, грубо говоря, атомная война, да, вот, ночь атомная, атомная зима. И, в общем-то, кроме животных, которые еще кое-где можно встретить, или трупы животных, которые замерзли, ничего больше есть нечего, потому что уже, ну, все, все пропало. И в этом случае тогда мясо с кровью употреблять тоже, в ведах написано, не употребляйте мясо с кровью, да, ибо станете как звери, и многие болезни поселятся у вас. И поэтому здесь вот были вынуждены они уже применять термическую обработку для того, чтобы хоть как-то это дело обеззаразить. Вот, скорее всего, так это было. Ну, если мы можем гадать. Хорошо, хорошо. Теперь следующий вопрос, сходя из этого. Часто мы слышим расхожее такое мнение, особенно от сибиряков наших уважаемых, о том, что вы попробуете в Сибири на этих ваших корешках и травках поражить, ничего у вас не получится. Что здесь скажешь? Хороший очень вопрос. Я несколько лет как по России, так и по другим странам ездил в занятия и начинал именно с питания, и встречались такие моменты, либо на Украине, как на Украине без сала, либо как на Сибири без... Ну, конечно же, без сала. Конечно, как это так? Ну, мало просто помнит свою традицию. А не то, что мало помнит свою традицию, просто сегодня мы за традицию свою берем, как, допустим, 200 лет назад, 300 лет назад, но традиции гораздо древнее. И, допустим, уже в Спасе многие забыли, есть медовый Спас, яблочный Спас, ореховый Спас и так далее. Там 7 Спасов. Все, к сожалению, сейчас уже не перескажу. 7 Спасов. И когда человек мог... Мед – это самый сильный консерватор. Практически, даже уже сегодня ученый, вот только что буквально вспомнил, ученый пчел, смотрели, что у нас за там тысячелетие, даже ее ДНК не поменялось. Вот раньше наши предки, допустим, уходили на какие-то там боевые действия, там за там сколько-то там тысяч километров от родины, и, допустим, какой-то Витязь погибал, а его нужно было привезти в семье, там обряд крадирования. Их в бочке с медом хранили месяцами, пока домой не придут, и тело не разлагалось. Вот мед – это самый сильный консерватор. И наши предки благодаря вот этому продукту могли на зиму делать определенные запасы, чтобы себя прокормить, и так далее, и подобное. И тут уже включается второй фактор питания, что человека питает не то, что он ест, а то, что он усваивает. И определенная культура очищения тела, щелочная среда, в щелочной среде человек малоед. То есть насыщается так же, как один, допустим, в кислотной среде съел полкилограмма и вроде бы наелся, но клетка лишь 5% усвоила из этого. А в щелочной среде организм максимально эффективен, съедает мало и усваивает практически 95% из этого. Вот, в принципе, таким вот образом. Ну, так все-таки в Сибири без мяса, как люди же живут в Сибири, понятно, что там климат очень жесткий, жестокий, и кажется, что если ты кусок мяса не съел в обед или на ужин, замерзнешь. Точно так же влияние температуры окружающей среды на тело. Все опирается на ШПАШ. ШПАШ – углеводородный заряд, кислотно-щелочной баланс. Если чем кислотнее тело, тем подвержено холоду и жаре очень сильно организм. А чем щелочнее, тем эти внешние факторы минимум влияют на человека. Вот у нас, допустим, есть в Новосибирске одно сообщество казаков, которые стараются рассортировать все отряженных. И вот приехал один тибетец, которому по поручению своих, он как по легенде, не знаю, насколько точно, но по его легенде, он когда родился, он тренировался у своего монаха, а тот монах был голубоглазым и так далее, и тому подобным, в условиях там высоких пиков и холода. Вот он приносил технике знания, так сказать, мы и сохранили, и вот пришел опять распространение, говорит, моя задача на родину это вернуть. И вот в Новосибирске сейчас живет и дает точно такие же определенные ведички знания, где человек может и не замерзать, поднимая, играя своим дыханием и ПОАШ. Это техника, допустим, внутреннего огня, то, что тибетцы называют ТУМО, у нас активации ХАРы, то, что раньше было казаки-характерники, корение травы и дыхание, и регулирование ПОАШ, ну, конечно, это уже сегодняшнему человеку нужно сначала поднимать ПОАШ, это очень медленный процесс, потому что мы уже пришли к середине, чтобы ввести в такие состояния непоколебимости тела и духа. А так, имея эту структуру непоколебимости тела и духа, это вполне реально, не замерзать в суровых условиях холода, либо не испепеляться, грубо говоря, с жирой не поддаваться в условиях сильного ярила солнца. Но ведь в Сибири не так много растет овощей, как, например, в европейской части или в южной. Там намного сложнее вырастить что-то. Вот как здесь быть? Ведь я понимаю, что надо, ну, многие понимают, что надо есть больше овощей и фруктов, но ведь не просто так овощи и фрукты съедаешь, а он должен быть еще сам полезный без той химии, которая сейчас очень много вливается в эти овощи и фрукты. То есть недостаточно пойти просто в магазин и набрать себе тележку овощей и фруктов. Нужно, чтобы они еще были полезны и здоровы. Вот как быть? Ведь не все вырастет в Сибири. Вот здесь, что касается первой проблемы современного социума, то, что современные уже сыроедения, там химии, бады, добавки добавленные, это одно дело. Есть инструменты обхода этого, это как раз тот же самый PH. Если у человека сильный PH, то его организм молотит, поднимается гормональный фон, который молотит и вымалывает все даже генные добавки, там, анаурни продуктов, анаурни ДНК, если что-то было наружено, тем самым химию. Кислотное тело вообще с этим не справляется, наоборот, усугубляется, если это все попробовать с генной изменением продукта. Здесь это первое качество включается. И второе, на том же самом Севере, к примеру, да, там далеко, там поля не раскинешь, яблони не посадишь, мне кажется, это уже тот климат, который видоизменился, то же самое, как Гренландия, зеленый остров, а на самом деле ледники и так далее, и тому подобное, и холод. Какие-то вот ситуации, когда полюса меняются, и зеленые участки становятся снежными, снежные становятся, наоборот, зелеными, и возможно вот такие вот вещи происходят с землей, там раз, там несколько, там тысяч лет, там 24 тысячи, там 600 лет, это там Соворожий круг, так называемый, первый. И возможно, это повлияло, люди одни уезжали с северов на благодатные участки, а уже современные социумы, когда ударились в технократию, там дела, опять начинаем разъезжаться в северные вещи. Может быть, здесь это сработало. Здесь, конечно, я не дам северянам правильный ответ, как правильно поступать, но как минимум мало едения, правила питания пускай соблюдают. То есть, скажем так, человеку, у которого здоровый подход к питанию, меньше шансов заболеть от химии, которая в этих продуктах питания есть. Совершенно верно. Чем выше по аж, тем организм быстрее и активнее выжигает все низменности в данном продукте. Один, допустим, сыроед, тело слабенькое, съел яблоко и тоже химикаты на него повлияли, а другой, допустим, термально обработанная пища употребляет, но настолько занимается практиками дыхательными, что организм будет это все вымалывать. Я вот как раз вспомнил одного йога знакомого, Ноди, живет в горах весь год, не спускается с гор, занимается практиками, не употребляет пищу, но один раз в год спускается с гор, чтобы поесть мороженого. И вот, так сказать, сильный организм вытесняет все неполноценности. Вот здесь реплика пришла, пока мы с тобой общались, перед музыкальной паузой я ее зачитаю. Про сыроедение Василия 44, прошу подписываться все-таки нашими русскими именами на Кириллисе. Про сыроедение в Сибири миф. Живу в городе Омске, Западной Сибирь. Дискомфорт от низких температур испытывал первый год при переходе повышения чувствительности к морозам. Через один год все восстановилось до прежнего обычного уровня. Единственное, что когда холодно питаешься овощами и фруктами, хочется иногда горяченького. Цельнозерновая томленная каша, гречневая риса, гороховая, перловая, тыквенная, равноценная замена. Вот. И дальше Виталий писал меньше ешь, дольше живешь. Хорошо. Хорошая реплика. Давайте перейдем к музыкальной паузе, а после этого продолжим разбирать заявленную нами тему. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, 26-й день месяца новых даров 8 524 лет от створения мира в Звездном Храме понедельник по одному из древних календарей, а по одному из современных 27 ноября до 1015 года пятница. Питание и здоровый образ жизни в славянских традициях. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий Лапшинов Дмитрий Михайлович. Итак, я позволю уже перейти себе к вопросам, которые накопились в нашем чате. Дмитрий, готов? Да. Хорошо. Вопрос Черноусов Максим задает. Добрый вечер. Вопрос к Дмитрию. Скажите, если есть проблемы со спиной, достаточно ли быть сыроедом и заниматься практиками космического озарения первого уровня для оздоровления или необходимо дополнительно делать физические упражнения? Спасибо. Хорошо. Спина, позвоночник это одно из самых важных. Первое, что должен приобрести человек как раз это здоровый живот, то есть сладкие живота, органы, то есть поставить, укрепить органы. И второе, это спину, позвоночник. Только после этого уже человек начнет покорять более высокие, тонкие энергетические либо духовные высоты. Итак, проблема со спиной. Ближе всего для нашего тела, для нашего недугов в физическом теле именно физическое тело, а не энергетика. Питание лишь повлияет на очищение и на баланс энергетический. Но здесь нужно желательно применить именно что-то из физических упражнений данной спины. Если человек был знаком с техникой космическое озарение, то ему можно порекомендовать технику Син Шин Жуан, где прорабатывается каждый позвонок, в том числе и атлант и копчик. Либо всевозможные растяжки, маятники, провила, либо какой-либо мануальчик, если сам гимнастический не может не от возможности решить свой собственный недуг. Но желательно именно помочь своему позвоночнику питанию. Здесь мы не поможем питанием. Питание лишь поможет очищать организм, но не вправлять. По поводу ладок у нас выступает по вторникам через неделю Арират Захар Белинский. Доктор, он как раз практикует то, что ты говоришь, это правки, ладки, жута и многие другие системы наши древние. Так что эфиры некоторые записаны, можете послушать, там рассказывается кое-что. А если будут вопросы, то можете через форум обратной связи задать Арирату вопросы в новые эфиры. Следующий вопрос. Мерген Тундинов. Привет, Дмитрий, я женат, практикую систему сварга около года. Скажи, пожалуйста, является ли семья камнем преткновения для развития? Дети отвлекают бытовые проблемы, не уйдешь в долгий Ред Рид и так далее. Хороший вопрос, что касается семьи. В семье человек может зарастить себя максимально сильно, максимально мощно, могущественно, так как все возможные, так сказать, то, что сегодня пошли отшельничества, целебаты, это бегство от себя, от своих тренажеров. Мы там, где мы должны быть, и вокруг нас сквыется тассиных ранечения событий, которые мы притянули самостоятельно и сформировали. И вот как раз раньше даже было такое выражение «семья создается для того, а семья помогает духовно самосовершенствоваться обоим, так как мы уже как делимся полями энергетически, перемешиваемся, мужчина в доминанте солнечными энергиями, то, что называют Ян, женщина в доминанте лунными энергиями, то, что на востоке называют Инь. Вместе мы становимся перемешиваться и становиться цельным. Как женщина и солнцем и луной обогащается, так и мужчина и солнцем и луной. И получается две цельности. Поэтому семья – это самый мощный инструмент для самосовершенствования. Особенность человек может контролировать и регулировать и управлять своими сексуальными энергиями. Здесь подобно то, что назвать путь белого лотоса. Мне просто это из востока понравилось выражение, оно, так сказать, показывает суть. Вот точно так же, как белый лотос растет в грязном болоте, но сохраняет свою чистоту, так и человек, где бы ни находился, он может активно самосовершенствоваться. В данном случае, если у нас семья, и мы не можем уделить время на практике, тогда применяем динамические практики. К примеру, присутствие во время какого-то своего быта социального, либо часть дела на вдохе выполняем, часть дела на выдохе, то есть практикуем динамические дыхания, либо динамическое присутствие. Это самые главные практики. А в высвободившееся время что-то можно позволить из энергетического. Тем не менее, семья помогает раскрыть самый мощный наш источник, резервуар. Это душу, так называемый источник термоядерного синтеза, то есть яри, могущества энергетического. Поэтому нет, убежать это убежать от проблем, а именно добиться результата в семье, это и быстрее, если знать как правильно и легче. Это мое мнение. Хороший ответ. Я могу добавить следующее. Я не берусь говорить за все народы, могу говорить только про народы, которые себя относят к расе. Есть такое понятие долг перед родом. Это когда малый круг девять детей, полный круг шестнадцать и более детей. Эти два круга существуют не просто так. Дело в том, что каждый из людей рождается в свое время, в уникальное мгновение, сик и так далее. Поэтому за этот момент на Землю, вообще в Солнечную систему, в другие миры приходят несколько миллиардов проекций душ. Вот настолько уникальных душ рождается в малую часть доли секунды. И поэтому все уникальны. И бывает так, что кто-то говорит, вот у нас какое-то нисхождение, мы любим друг друга, муж и жена, а вот что-то между нами происходит, не можем найти лад. Ну спрашивают, сколько у вас детей? Ну один, как всегда. Понятно, тогда у вас и не будет лада. Почему? Потому что каждый новый ребенок вносит свою гармонизацию в семью. И когда уже больше трех детей, гармонизация начинает ощущаться более стабильно. Когда уже к девяти подходит, там полная гармонизация в семье наступает. Если же мы говорим о полном круге, то тогда гармонизация происходит на всех уровнях каждого члена этой семьи в первую очередь родителей. Поэтому когда мы говорим о том, что надо уходить из семьи, мне мешает семья, то здесь надо смотреть, к какому устою вы себя относите, к какому роду вы себя относите. В славянских родах так не принято. Наоборот, семья должна быть полная, и чем она полнее, тем лучше в конечном итоге вы делаете как самому себе, так своему любимому партнеру на этой земле мужчине или женщине, или так же вы делаете лучше своим детям, которые рождаются в полноценной семье, воспитываются в полноценной семье и становятся полноценными личностями. То есть задача какая у вас? Или быть эгоистом, и в конечном итоге, зачем он туда проноедение или здоровое питание, потому что эгоист не получит ничего после смерти. Или все-таки вы пришли совершенствоваться, тогда совершенствуйтесь на всех уровнях. Давай дальше посмотрим. Я бы хотел еще немножко дополнить, очень хорошо развернули в том, что 9 детей, первый круг, второй круг, 16 детей. Женская эволюция напрямую зависит от чадородия, то есть с каждым рождением ребенка у нее развивается наше жаре тело энергетическое так называемое, а с каждым рождением ребенка у мужчины расширяется сознание, то есть его подсознание, то есть его рот. И вот в принципе каждое рождение ребенка даже уже влияет на отца, на мать в его эволюции. Хорошее дополнение, согласен. Дальше. Алексис Ильичев. Доброго время. Как преодолеть на сыроедении психологическую зависимость от еды? Часто переедаю больше, чем необходимо физическому телу. Понимаю, что ем просто из-за потребности психики. Привязок к каким-то конкретным вкусам нет, просто к сырой еде, особенно к фруктам. Стремлюсь к питанию праной. Занимаюсь цигун в традиции джун, яун, цигун около года. Нахожусь на третьей степени. Практикую бигушичи. Могли бы вы посоветовать практику, при помощи которой можно будет уравновесить психику и не поесть лишний раз? При помощи простой просто воли тяжело себя ограничивать. Благодарю. Да, тоже хороший вопрос очень волей. Как уже говорил, все вкусовые рецепторы – это психика. Если не хватает одних состояний психики, захочется аналогичных вкусовых рецепторов. И ум начинает искать, чем по алгоритму мы привыкли утолять желания вкусовых рецепторов из продуктов. психика лечится. Психика покоряется уму. Именно ум порождает психику, а психика порождает действия. Высший уровень – это искусство великого держания внимания. То есть, если человек занимается джуньян цигун и техниками бегуши-чи, здесь ему помогут техники цзадзэн. То есть, концентрация, присутствие, держание внимания. именно работая с сознанием, это очищает ум, отчаяя ум, очищается психика. То есть, таким вот образом. Если же у человека слабая техники концентрации, не даются ему эти техники, тогда точно так же через дыхание. Высокий уровень дыхательных практик замедляет, ускоряет, вернее, точно так же сознание, а то в свою очередь чистит ум, а то чистит психику. Дыхание и сознание обычно сравнивают как нитка с иголкой. Как нитку можно вытянуть за иголку, так и иголку можно вытянуть за нитку. Либо концентрации, всевозможные держания внимания отчищают психику, либо высокий уровень, но уже в дыхательных практиках. Это прямые методы. Воле точно так же, да, сдерживать себе не надо. Я обычно сравниваю с такой, если сдерживать свою психику и вкусовые рецепторы волей, это все что подметать, но подметать не воруну, под ковер. Это будет копиться-копиться, а потом взорвется и психический стресс. Но сдержанность должна присутствовать, а параллельно и нарабатывается техника искусства остановки внутреннего диалога через искусство держания внимания. Это прямой метод, единственный. Хорошо, я хочу один маленький пример такой, иллюстрирующий нашу жизнь привести. Как-то разговаривал с человеком давным-давно, который любил по праздникам культурно себя потравить хорошим алкоголем. И он говорит, вот мне не хватает силы воли, вот мне надо в выходные или в праздник расслабиться. Вот силы воли нет и все. И говорю, а какой силой воли ты говоришь? Ну так, чтобы вот мне передо мной налили, а я вот не стал пить. Тогда я попросил его расслабиться, он сидел за столом вместе со мной, говорю, расслабься. Он расслабился, все серьезно у нас происходит разговор. Говорю, вот тебе вилка в руку. Он берет вилку в руку, говорит, ты расслаблен? Да, расслаблен. А теперь возьми сильно ткни себе в глаз. Он говорит, ты что, дурак что ли? Говорю, а почему ты себе в глаз не ткнешь? Это же плохо. Я говорю, а тебе сила не нужна воля, чтобы все в глаз не тыкать? Он говорит, нет. Говорю, вот когда ты осознаешь, что такое алкоголь, ты никогда больше его в рот не потянешь и никакой силы воли здесь не надо будет. Иногда достаточно, как ты правильно сказал, просто осознать, да, иногда достаточно просто осознать то, что ты делаешь. И многие вещи перестают дальше тебе даже хотеться. Это простой пример, как я привел. И на этом примере можно строить другие все выводы. Все очень однотипно. То есть, разум, то, что разумеет, понимает, ум, тот, который на животном начале уже начинает уметь что-то делать, привычка, какие-то навыки. И дальше он дрессирует уже животное свое начало. То есть, подсознание, то, что вот к животному относится. То есть, именно дрессировка. Если вы пытаетесь через дрессировку обратно идти, ну, конечно же, можно свой разум и свою душу натренировать, но это очень долгий путь. Я предлагаю более простой. Сначала вы понимаете, разумеете, осознаете, потом умение, потом дрессируете, как учитесь, например, делать гимнастику каждое утро правильную. И потом это становится уже привычкой, и вы таким образом живете. Хорошо, давай дальше. Так, про переедание поговорили. Дальше, следующий вопрос. Калина, Артур, где сидят привязки к определенным блюдам? На чем концентрироваться? Где сидит привязка в мозгу? Каким образом происходит избавление от привязок? Можно конкретный пример, как это было у тебя? К примеру, где внимание, и где внимание, туда стремится энергия. Если мы какой-то мыслеформе уделяем внимание, эта мыслеформа, мысль крепнет, крепнет, и окрепшая мыслеформа становится желанием. А то желание, о котором мы долго-долго думаем, долго желаем, желаем, желание, это настолько крепнет, где внимание, туда энергия, Мы уже на грани, чтобы это совершить и утолить К примеру, мы обычно на занятиях Частый вопрос Этот алгоритм Приводим пример такой К примеру, человек захотел сладкого, шоколад Ну, на уровне ума знает, что это вредно и это плохо На языке лад в организме шок Итак Ну, чем больше человек Одумает о шоколаде, тем больше Будет хотеться Вот здесь первое искусство Это либо растворить сознание тишло иное присутствие И раствориться психика Но это сложный механизм Это очень сильно для тех работает У кого сильное сознание в присутствии Мы, в данном случае, можно перевернуть Внимание в другое русло И питать себе другой мыслеформой В данном случае охота сладкого Охота шоколада И человек, наоборот, питает себе мыслью Не том, чтобы я сейчас пойду, куплю и насыщусь Свои вкусовые рецепторы, вот как будет сладко А параллельно ей И держит эту мыслеформу Съем сладкое Это яд Либо наоборот Держит мыслеформу Чистота, здоровье, самосовершенствование И больше внимания Этому руслу Тогда будет меньше внимания уделять Уходить в те мыслеформы А соответственно Окрепшие мысли новые Вытеснят старые Здесь, то есть, игра вниманием Игра мыслями Либо более высокий Игра Остановка внутреннего диалога Я когда занимался Мой путь начинался Именно с техник Работы с сознанием Работы с концентрацией Присутствия Сдержания внимания Я регулировал все Именно тишиной Техники Наблюдения за мыслями Когда на определенном моменте Точно так же, как предложение Каждое предложение Завершается точкой Так и наблюдая за мысленным потоком Мысленно определенный поток Завершая Есть пауза Тишина И цель вниманием Удержать эту тишину И дальше искусство Держать эту паузу После этой паузы тишины Наступает состояние ясности Когда человек входит В присутствие И вот Я сторонник именно Корневых методов Через сознание Но если сознанием не получается То есть, тогда уже можно Играть вниманием Переводить его в другой вектор И питать себя мыслями А именно положительным Противоположным Хорошо Мне нравится У нас чат Появляются активные люди Которые между собой Уже общаются Обмениваются мнениями Только, пожалуйста, друзья Без нарастания температуры Так, на уровне дружбы Следующий вопрос Наталья Здравствуй, Дмитрий Посоветуй, с чего начать Поскольку сделала Шаг назад в питании Но отчаяния не это Есть желание действовать Знаний, как улучшить ситуацию Еще недостаточно Практиковать медитации И работу с дыханием Начала Не так давно И сейчас нахожусь в поиске Подходящей информации До этого увлекалась Лишь физическим аспектом Питанием С 2005-го Отказалась от мяса В 2012-м Перешла На растительное питание Затем Мона Полтора года Были успешными Без усилий После Сложной перенесенной операции В 2014-м году Пошел сбой И срывы На шоколад Вот о чем Как раз говорили Молоко И гречку По сей день Так и питаюсь 70% растительное 30% То, что Перечислила Это как Топтание на месте И пользы Ноль И движения Нет На ноябре 2015-го У меня полное истощение На физике Энергетическое Гемоглобин Опустился До уровня Плохой свертанности Крови И многие другие Вклонения к здоровью Так, что мне делать С сложившейся ситуацией Чтобы вернуться К живому питанию Без ущерба физики И продолжать Дальнейшее развитие Начинать с нуля Исходя из твоих Лекций Без развития Укрепления Внутреннего мира И ЭПХ Развитие на физическом уровне Затянется Так ли это Благодарю за ответ А мне хочется уточнить Какая операция была У Натальи Что там Удаляли что-то Или просто Сращивали Там наращивали Как перелом Вот это надо тоже Мне кажется знать Хорошо Попробуй ответить Да Я пока буду отвечать Итак Когда человек делает Шаг назад Ничего страшного В этом нету Тело почистить Гораздо легче Чем физику Чем психику Вкусовые рецепторы Здесь именно Подход Такой Трехсторонний Первое Гормональный фон И ЭПХ Гормональный фон Поднимается Самый простой метод Без всевозможных практик Медитативных Глубоких Самый простой метод Поднимать свой Гормональный фон Это Всем известный Физический нагруз Когда человек Занимается спортом Либо какой-либо Физической деятельностью Вырабатываются Два самых главных Лекарства В нашем организме Это гормоны роста Если мужчина Тестостерон Если женщина Астроген А высокий Показатель этих Гормональных фонов У мужчины Либо женщины Это Сильная перемолка Когда организм Начинает менять Именно веществ И вытеснять Кислотность И нарушения Вот какой-нибудь Физногруз Должен обязательно Присутствовать Как минимум Четыре подхода Три мало Пять Так сказать Норма Но выше пяти Нежелательно А вот четыре Для поднятия Гормонального фона Желательно Выполнять Какого-то Хоть приседания Хоть там Подтягивания Как получится Самые простые Какие-нибудь Методики Там Отжимания С колена Если женщина Любой Физногруз Включить Поднятие Гормонального фона И если четыре Подхода То пауза Между подходами Не должна Превышать 30 секунд Отдыха А вот тогда Мы работаем На гормоны Второе Это дыхание Мы должны Поднимать Свой ПАЖ Соответственно И третье Психика Почему мы Постоянно Играет В вкусовые рецепторы И срываемся Это Душа Ищет Свою цельность Наша душа Абсолютно Цельна Она обладает Всеми Психическими Состояниями Но потеряв Эту цельность За пеленой Внутреннего диалога Который мы Сформировали Уже многими Многими Воплощениями И как минимум С детства Она Этот свет Души Не может Протиснуться И Свою Неполноценность Нецелостность Она Ищет Через вкусовые Рецепторы Как уже Говорил Не хватает Счастья Ищет Через Сладкого Острого Захотелось Не хватает Воли Пресного Не хватает Кислого Где-то Разочаровались Либо еще Что-то Итак Техника Для проявления Своих душевных Сил Душевных Качеств Это я называю Техника Третьего Фундамента Перед всеми Практиками Формируются Три фундамента Это Осанка Расслабления И вот Третий фундамент О чем Хочу сейчас Закцентировать Внимание Это состояние Любви Либо счастья Как минимум Человек Может Расслабиться Вытянуть Макушку В небо Упираясь То есть Вытянуть Осанку Позвоночник Должна стать Вось Питающую И формируется Третий фундамент Состояние Любви Любимого человека Либо Прекрасный момент В котором Нам было Хорошо Приятно И комфортно И цель Данной Практики Зацепиться Чувства Которые Возникают У нас И вот Если удалось Зацепиться За чувства Вспоминая К примеру Любимого человека Далее Вторая задача Способность Это держать Во времени Как можно Дольше Откидываем Образ Который Нам помог Зацепиться За эти чувства И держим Только чувства И вот Если человек Способен Удержать Чувства Больше Двух минут Чувства Эти Начнут Увеличиваться Увеличиваться И увеличиваться А вместе С этим Будет Раскачиваться Душевное Состояние А раскачав Душевное Состояние Будут Гаситься Вкусовые Рецепторы И на смену Ним Придет Состояние Наших Слюных Ферментов То что Называют Амброзия Сладкий Нектар От которого Не хочется Пить И с которым Не сравняться Никакие Вкусовые Рецепторы Вот Именно Пока мы не можем Не способны Раскачать Свою душу Правит Психика А правит Психика И правит Вкусовые Рецепторы Так что Дыхание Как минимум Работа С третьим Фундаментом И Какой-нибудь Небольшой Физнагруз Это Форсирует Очень сильно Если будем Выполнять Сразу Три этих Элемента Здесь Уточнение Поступило Не совсем Полно Я подумал Но все-таки Есть Подозрения На онкологию Не подтвердились Была большая Потеря крови И так далее После операции Ну если Знакомы С системой Сварга То у нас И онкологию Мы излечим На моем примере У меня был Максимум рак Третьей стадии Четвертой Пока не было Но тем не менее Это Не единичные Случаи Рассеянный склероз Сахарный диабет Если вы полноценно Будете желательно Выполнять Те же методики В той последовательности Которую я описал Начиная с тела С ладки Техника Отдыхания Лада Живота Вот все эти Будут включаться Процессы Заканчивая Техникой Концентрация Спаса Даже онкологию Человек может Избежать И излечить Просто Когда происходит Большая потеря крови Это один из симптомов Таких не очень хороших После него Трудно восстановиться Как показывает практика Но Терпение и труд Как говорится Все перетрут Организм в защитную реакцию Вступает Поэтому и хочется Уже есть на уровне Не то что Еда нужна А именно Как была большая потеря Одного и самого главного Что есть в организме Крови И поэтому Идет психологическая Такая потребность Чем-то ее восстановить Здесь надо Переболеть этим И здесь как раз Есть и проблема С кровью Кровь это Самое главное Это как внутренний космос Зеркалит Внешний космос И наоборот Наша кровь Это как черная материя В космосе И вот усиление Качества крови Увеличение ее в объеме Человек первое Должен Если потерял Были потери Пить воду А второе Разрабатывать Свою вилочковую железу Всевозможными Есть техники Как гормональная Гимнастика Так и хотя бы Держать Пальчиком Еремную ямочку Отпустить И так три раза Легкое надавливание И потом держать Внимание На точке На ощущение Надавленного пальца Наша еремная ямочка Это включает Наш главный Трансформатор Именно вилочковую железу В которой Как раз Инкубатор Наших Электроцитов Которые И дают Качество крови Развивая ее Можно добавить Еще и это То есть Я к чему Подводил Есть психологическая Психологический страх В потере крови Именно психологический страх Который Остается Внутри человека Необходимо От этого страха Просто избавиться Отпустить То что было потеряно Отпустить И больше об этом Не думать Вот просто Провести такую Ну медитацию Может быть По отпусканию Этой ситуации Когда человек Много потерял крови Это остается Надолго след И человек пытается Заткнуть этот страх Всеми возможными способами Один из них Это Как раз питание Постоянно Хочется что-то есть 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 Более калорийное Более насыщенное Может быть даже С животными Белками связанное Вот просто Надо этот страх Отпустить Один раз Разорвать С ним связь Я ее отпустил И тогда Успокоение происходит На всех уровнях Выравнивание Выравнивание Всех полей Всех структур Энергетических Всех телес И все нормально Все хорошо Это просто Внутренне сидит Оно пройдет Давай музыкальную паузу Еще одну поставим И потом продолжим Тему развивать Тай на крыльях ветра Ты край родной Родная Песня наша Туда где мы тебя Свободно пели Где было так Привольно Нам с тобою Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском Радио Питание И здоровый образ жизни В славянских Традициях Такова тема Сегодняшнего Эфира Лапшина Дмитрий Михайлович Главный соведущий Для того чтобы вы поняли Живой это эфир Или в записи Напоминаю Что сегодня 26 день месяца Новых Даров 7524 лета От створения Мира в звездном храме Понедельник По одному из древних календарей Кто не понял о чем речь То уточняю 27 ноября 2015 года Пятница По одному из современных календарей Итак Продолжаем Озвучивать вопросы И давать на них Ответы Готов? Да, конечно Эберлинг Дмитрий Задает вопрос Можно ли вообще Начать делать Твои практики Одному Без наставника По книге Или видео А что если я что-то Делаю не так И сам этого не вижу И конечно же Собираешься ли ты Когда-нибудь Приехать в Германию Или может быть У тебя уже здесь Есть продвинутые Ученики Инструктора Да, в Германию Планирую Приезжать Но Сейчас Завершился Мое Последнее занятие Я Мой социум Как вы знаете Кто Пишет подобные вопросы Наверняка знают Что мой социум Проходит Следующим образом Я полгода Практически Нахожусь в социуме Преподаю Либо Провожу Тренинги Вторая Полгода Я занимаюсь собой Своим самосовершенствованием И так Вращаюсь И да В Германию Планирую Быть Но уже где-то Месяцев через пять Начну Думать Когда Выдаю Своего тренинга Своего ретрита Что касается Как начинать И можно ли Одному Да Можно Начинать Заниматься Одному Так как Практики Первого уровня Которые я Выложил В открытый Доступ Они подсильны Всем И без Подводных Камней И Можно Самосовершенствоваться Многие люди Просто Скачивают С сайта Либо книгу Либо практики И занимаются Дома самостоятельно Вот один из последних Уровней Уровней говорю Один из последних Таких моментов Я вот был В Оренбурге Приехала женщина Как раз С Германии Просто выразить Благодарность И она была Онкология И просто сказала А я ее до этого Не знал Она просто скачала Практики И занималась Занималась И занималась И вот Да Сама совершенствовалась Поэтому можно Для этого И первый уровень В открытом доступе Несмотря уже О втором Который после Норматива Дается Вот там уже Начинаются Подводные камни Которые желательно На которые Желательно Дать ключики Поэтому да Конечно Занимайтесь Желательно Очень многих Волнует Вопрос Онкологии И у нас Был один Из эфиров Посвященный Теме Рак Излечим Как раз С Ари Радом Захаром Белинским И Там приводились Примеры Такие Что В общем-то На первых Первых Вторая Третья Вполне Это все Излечим Или было Желание И понимание О сознании Ведание Почему это Произошло С человеком И желание Человека Жить Потому что Иногда Рак Возникает Только по той Причине Что человеку Больше Как кажется Здесь на земле Делать нечего Вот случилось Что-то Читает Ну все Все пропало И спасать Или не спасать Я все равно Отсюда уведу И большинство Онкологических Процессов Возникает Большинство Не все Большинство Еще раз повторяю Потому что Для этого Есть причина На физическом Уровне Это или Высокая Зашлакованность Или это Зараженность И какими-то Грибковыми Заболеваниями И когда это Все вместе Связывается И плюс Очень высокая Закисленность Организма То в этом случае Возникает Как раз Проблема Онкологии Плюс ко всему Там лимфа Неподвижна Загущена Загущенность Крови И дурные мысли А это все Как мы уже выяснили Связано с питанием Непосредственно Питание Активный образ жизни Практики Различные И так далее То есть Когда человек Живет Неправильно Когда он переходит На ниже уровня Чем жить То есть Туда вниз Он сваливается Он становится Нежить Когда себя Уже начинает Разрушать Вы абсолютно правильно Сказали Сейчас все Я вот буквально Не так давно Общался с одним Профессором Который Отошел От современной Медицины Потому что Понимая Что все Уже разбилось На два лагеря И напрямую Так и говорит Что даже Современная Медицина Ну не все Конечно И знают Что нет Никаких заболеваний Не рак А не так далее И тому подобное Есть только Соотношение Кислотно-щелочного Баланса И вот уже В кислотном балансе Возникают Процессы То что мы называем Заболевания В щелочной среде Человек может Дыхание Питание Это все регулировать И себя Извечивать Самостоятельно Простой пример Приведу Часто бывает Так Заболел ребенок Или заболел Кто-то Ну простудился Еще нет Никакой серьезной Болезни Хотя все бегут Почему-то Прививки себе Ставить Перед тем Как им обещать Что они заболеют Такой Общественной Помешательства То что я называю Ну ладно Простудился Где-то Ну бывает Спотел Выбежал Кто-то чихнул На тебя И сразу бегут Покупают В магазине Какую-то Траву в аптеке И начинают ее Хлебать пачками Я говорю Ты вместо того Чтобы хлебать Пачками Во-первых Поголодай немножко Не ешь все подряд Откажись от того Что ты ел Пей побольше воды И второе С утра В обед После обеда Вечером И на ночь Ну выпей ты ложку соды Положи кипятком Ее залей Чуть-чуть соли Брось Если не можешь Ты просто соду пить И чтобы такой Подсоленый Чуть-чуть был раствор И выпей Защелачивание Искусственное проведи И через день Через два Смотрю Человек нормально Приходит Здоровый Все И сопли прошли И как бы Все нормально Желудок очистился От слизи Сопли перестали идти Щелочение произошло Такое принудительное Щелочение У человека Оздоровление Сразу с ним происходит Ой Говорит Ты что шаман что ли Откуда ты все знал Говорит Это все просто Элементарно У тебя просто Нарушение Твоей кислотности Внутри организма Кислотность большая Вот и все Давай дальше Вероника Здравия Дмитрий Благодарю вас за то Что открылись людям Если я чувствую себя Более комфортно На сухом голодании Чем на любой твердой пище Но вес сильно падает Стоит ли продолжать Или это опасно Если сильное похудение Или это опасно Если сильное похудение Здесь такой момент Наш организм Стремится По принципу Золотого сечения То есть Если человек был тучный Он стремится Избавиться от лишнего И приобрести форму Если человек был худощавый Имея силы Он начнет Пополняться Если все включено Обмен веществ Если человек Теряет вес Ниже нормы Ну к примеру Взять стандартную Линейку На уровне Углеводородной структуры Тела То что Сегодня Мы в медицине Измеряют Это соотношение Допустим у мужчин Допустим у рост Есть Там минус 110 Желательно вес Не меньше Но это Углеводородная Структура тела Хотя бы Опираться на нее Ниже Это уже Худощавость И организм Справляется Вот для того Чтобы организм Не терял Избыточный вес Необходимо Включить Два элемента Первое Это ПОН Поднять Второе Это Поднять Гормональный Уровень своего Гормонального фона Вот если у нас И ПОН Высокий Гормональный фон Хорош Тогда наш организм Никогда не потеряет Избыточный вес В данном случае У вас допустим Вы занимаетесь Голоданием На сухом Падает вес Первый Единственный сигнал Голода Физического тела Это слабость Из голодания Надо выходить Когда тело Слабое Имеет слабость И не просто Слабое Упало Человек Стать не может Нет Это уже Глубокая слабость А просто Уже там Тянет Нежели Посидеть Нежели Постоять Вот так И вот Когда пошли Все тело Проголодалось Она Не находит Альтернативы питания Когда человек Отказывается От питания Организм Чистится Но параллельно Ищет Альтернативу питания И вот сначала То что там Сохранение Уничтожает А уничтожив Будет поедать Мышечную массу Если это все В кислотной среде Вот поэтому Если есть слабость Обязательно Выходим Если присутствует Еще сила Бодрости И организм Как минимум Не потерял От роста Минус 110 Либо 120 Тогда можно Еще продолжить Илья Копенки Приветствую Дима Расскажи пожалуйста Поподробнее О нюансах Питания Соками Питаюсь Кашами Овощами Фрукты Но такое чувство Что с легкости Перейду на соки Благодарю за ответ В природе Нету питания Соками В природе Есть долго Жевать Жизнь Продлевать И разжевать До состояния Жидкости Наш кишечник Всасывает В тонкий Кишечник Всасывает В кровь Только то Что доведено До состояния Жидкости Но долго Жевать Это сложная Задача Поэтому Многие Переходят На питание Соками Это Тоже Хорошо Единственный Минус соков Это Если Соковыжималка Имеет металлические Ножи Любое Соприкосновение Элемента А тем более Жидкого В данном случае Сока С металлом Моментально Меняет его Структуру На кислотную Зеркалит И поэтому Если соковыжималка Допустим Сейчас я знаю Есть металлы Ножи С налег Там Какие там Покрытие металла Оболочкой Типа Есть керамические Ножи Совершенно верно Вот керамические Ножи Это хорошо Можно Переходить На питание Соками Но тут Включается Второй Момент Питание Соками Не должно Многие Сделали сок И выпили Тоже Проглотили Жидкое Жевать Твердое Пить То есть Если человек Твердую пищу Потребляет Он ее Разжевал До состояния Жидкости И выпил А соки Надо все равно Пожевать То есть Обогатить ее Первыми Сливными Ферментами А уже потом Проглотить И тогда Пожалуйста И самое главное Соблюдать Те же самые Правила Раздельного питания Фрукты Ни с чем Не сочетаются Даже два Яблока С грушей Уже не будут Сочетаться Если пьем Фрукты Ягоды Это вообще Монопитание И поэтому Соки Соответственно Точно так же Либо яблочные С зеленью Не соединяем Как сегодня Зеленые коктейли Бананы Зелень И так далее И тому подобное Сокоедение Хороший уровень питания Но если это Моносокоедение То есть Когда Кто-то Приглашает тебя На зеленый коктейль Ты должен спросить А что в коктейле Если он скажет Ну там Зелень Бананчики Что там еще Сельдерейчик Ты сказать Не буду Это отрава Так вот Да Вот Отвинет себя А в этом случае Зеленый коктейль Это в каком случае Можно употреблять Что там может На нем находиться Зеленый коктейль Это можно Просто зелень Со специями К тому же На сегодняшний день Столько всевозможных Специев Которые могут Изменить Вкус Либо на сладкий Либо кисловатый И так далее И тому подобное Те кто может Обходиться без специй Могут просто Зелень Зелень сочетается Со всем Кроме фруктов И ягод Либо с белками Либо с углеводами Зелень смешивается И вот чисто Зеленые соки Чисто только Зелень Трава Коренья травы Сочетаются Друг с другом Хорошо Александр Здравствуйте Дмитрий Вы часто повторяете Что приносили Над своей психикой И как вы описываете Подметание под ковер Происходит взрыв Слом психики Последний год Я просто уже Не контролирую Своё поведение И питание Просто ничего Не могу противопоставить Какой-то силе Которая управляет Мной Ем ужасные вещи В огромных количествах Делаю Отвратительные поступки Вы много говорите Что возможен Психологический взрыв Но никогда не говорите Что делать Если это уже произошло Дайте совет Пожалуйста Очень нужен Чёткий и ясный План действий По выходу Из этого состояния Спасибо заранее Ну я косвенно касался Этой тематики Так сказать Психика Подчинена уму А ум подчинён Чистому сознанию Чем активнее сознание В высокое бронсоне Тем чище ум Остановлен внутренний диалог А тот растворяет Все психику И психические блоки Первое С уровня ума Это осознавание Расслабления Самое главное Научиться расслаблять Две точки Сакральных Первая точка Это лоб И расслабляться К центру головы К шишковидной железе Вторая точка Находится в районе промежности И вглубь тела Два Два с половиной сантиметра Вверх Расслабив эти две точки Сразу же расслабится Все тело Физическое И психика С менталом Вот на этом расслаблении Можно как минимум И с сознанием Не работаем С концентрацией Работать аффирмациями То есть на уровне ума Входить в третий фундамент Состояние любви Счастья Благости То есть Либо минимум Внешняя улыбка на лице Как внешняя порождает Внутреннее Либо входить в третий фундамент Как я уже говорил Вспоминать Любимого человека Либо прекрасный момент В котором оно было Хорошо, приятно И комфортно Этот прямой, конечно, метод И удерживать это состояние Откинув образ Чтобы не было привязанностей Тотальной И подсознательной Вот это вот прямые ключи Методы Вот как внешняя улыбка Влияет на внутреннее состояние Так и внутреннее состояние Проявляет внешнюю улыбку То есть расслабиться И держать это состояние И именно подъем душевный Растворяет психические недуги Тут я обозначил только что Два ключика Первый – это С остановки внутреннего диалога А второй – С уровня С направления души Либо применять то Либо применять это Либо два одновременно Здесь надо уточнить у Александра А до этого Что он ел И как он вообще развивался Как он доводился до жизни такой Потому что, может быть, Как раз в предыдущей жизни Кроется тот ключик Ответ Который поможет Исправить Сложившуюся ситуацию А вообще Есть такой Шутка-нешутка Когда приходит Человек Говорит Доктор Я вот сыроед Но в последнее время Хочу очень много мяса Жареного В большом количестве Он говорит Батенька Так вы здоровым человеком становитесь То есть ВОЗ же посчитал тогда Что сыроедение И как вегетарианство Это психическое заболевание Так что То, что называется Анекдот в тему Ладно В общем, мне кажется Здесь ты дал четкие рекомендации Но необходимо еще Для того, чтобы Более они были подходящие Разобраться А что было до этого Здесь В сути Прошлое Все прошлое Как это воплощение Так и прежнее Это наше Подсознание А вот именно Работая с держанием Внимание Мы как раз Чистим не только Сознание Но и подсознание И человек Есть сегодня Допустим Методики Когда человека Погружают Допустим В состояние Границы между Сновым и бодрствованием И он вспоминает Свой недуг Под один Второй Третий Четвертый А именно Техники Держания Внимания Концентрации Присутствия Это грубо говоря Как пачками Человек Может очищать Своё подсознание Даже не вспоминая Корни этого недуга Всё верно Я просто говорю Про более физический план Надо понять Что там было Может быть Есть какое-то Или заболевание Которое ещё неизвестно Может быть Там кто-то подселился Надо просто смотреть Так трудно давать Рекомендации Конечно Даст более сложную Вещь Хорошо Следующий вопрос Александр Здравствуйте Дмитрий Расскажите пожалуйста Механизм Каким образом Кислые фрукты При сыроедении И углекислота При дыхательных практиках Очищают Ощелачивают Организм Ощелачивают Организм Ну первое Наш ПАЖ Падает Организма Падает Не столько Сколько Допустим Человек съел Продукты Кислые Либо не кислые А именно Закисляет тело А не та Щелочная Либо кислотная Среда в желудке Которая Предоставляется Продукту А организм Закисляется Блоками Шлаками И токсином Уже в кишечнике Когда из элемента Продукта Выжимается Вся влага В тонком кишечнике А потом Остается Только то Что называется Каловые камни Которые попадают В толстый кишечник Эти каловые камни Хранятся Годами Закисляя тело Попадая Допустим В кровь И вот Тут уже происходит Закисление организма Продукты Допустим Лимон Кислый Но если он живой Сырой У него включается А у Толи Саморастворение Пищи Растворяется И он уже В данном случае Не будет Закислять тело В толстом кишечнике Тут именно Многих сыроедов Входит в ступор Из-за Первое Продукты Кислотные Требующие Кислотных ферментов А второе Закисление На уровне кишечника Вот здесь Закисление Только происходит Тело На уровне кишечника А продукт Может быть требовать Либо кислотных ферментов Либо щелочных Если все правильно Человек сделал То он усвоит Все правильно Хорошо Юлия За этот вопрос Здравствуйте Дмитрий С интересом Слушаю эфир Спасибо Сейчас я очень делика От сыроедения Голодания С чего порекомендуете Начать Первая реплика Прежде чем Дмитрий Отвечать Если с интересом Слушаешь эфир Юлия А ты Помогла другим людям С интересом Слушать эфир Рассказала ли ты Об этом Своим знакомым Приходите Тут интересный Эфир идет Дмитрий выступает Очень грамотные Вещи Говорит А второе Мне так картинка Представляю себе Юлию Видим такая девушка То что называется С огоньком в глазах И вот Вспоминаю Такая у нас Студенческая обстановка Ребята разложили карту Смотрят куда пойти В поход Оборачиваются За ними Юлия уже стоит Другая Юлия Не эта Которая написала Та которая вот С нами училась Она уже с рюкзаком стоит Так куда идем То есть Всегда готова уже начать Так вот С чего начать Сыроедение Голодания Начинается Сыроедение Ну смотря Кое питание было до этого Если все едения Либо вегетарианство Если все едения То сначала Обычно Откидывается Дичь Потом мясо То есть рыба Рыба-птица А потом Откидывается Яйца В такой вот Последовательности Либо наоборот Ну дичь Откидывается Обычно первое Если Вегетарианство Это правила питания Шесть Правил питания Параллельно дыхание Как минимум Начать с этого И потом Постепенно Постепенно Допустим Перешли на Сыроедение Первые шаги Сыроедения Человек должен получать Определенные элементы То есть и белки И углеводы Поэтому в рационе Должны быть И белковые продукты К примеру На сыроедение То что можно использовать Либо проращивать Либо употреблять Это чечевица С овощами Либо Белковые Сначала все перечислю Орехи Семечки Чечевица Машнут Все это белковая пища Все это можно употреблять В сыром виде В данном случае Чечевица Машнут Она замачивается Поращивается Углеводы Должны точно так же Присутствовать В рационе Первый уровень Голодания Когда не запустился Внутренний синтез К углеводам На сыроедение Относится Мед Очень сильно Топинамбур Это король Кремния А кремния Это кровь И Включение Центральной Нервной системы Итак Мед Топинамбур Так 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 Сюда же Относится На уровне Гречка Зеленая Соответственно Проращивается Замачивается Буквально Там Немножко Времени Оно уже Становится Мягкой Главное Не соединять Это все За раз И зелени Первые шаги Сыроедения Должно В нашем рационе Присутствовать Много зелени Так как зелень Это хролофил Это практически Наша кровь Вот наша кровь Человека Содержит Хролофил И плюс Какой-то элемент Забыл как называется И вот вместе Они дают Гемоглобин А тут человек Практически Употребляя зелень Напрямую Включая свою кровь А кровь будет давать Все остальные элементы Телу нужны белки Будет синтезировать белки Нужна аминокислота Будет синтезировать Именные кислоты Другими словами Первые шаги Перехода на сыроедение Больше зелени Дыхание И правила питания Вот мои рекомендации Практически Можно рекомендации Так и едать Когда Говорил о диче То напоминаю Что дичь Это крупные животные И вот Первым делом Себе В голову В бете Простое правило Я маму свою не ем В древности Корове относились Как к матери То есть Корову есть нельзя Если вы хотите перейти На вегетарианский Принцип жизни Значит Корову я не ем Потому что это мать Все Крупный рогатый скот Отошел в сторону Дальше Хрюшку не ем Потому что Ученые доказали Что хрюшка Очень По своему составу Генетическому Похожа на человека То есть Людоедством Я не занимаюсь Себе подобных Я не ем Тоже в сторону Откинули Потом Начинаете Есть курицу Есть Такую степень Пока она Уже У вас Из всех дырок Не полезет Не надоест Вы четко Скоро Осознаете Просто Уже Не будете Съесть То же Само Происходит С рыбой Когда вы Остаетесь На одной рыбе Понимаете Что она Тоже Быстро Надоедает И Включайте Такие еще Моменты Что Меньше Ее Начинаете Подсаливать И меньше Начинаете Ее Перчить Сдабривать Всякими Пряностями Вы поймете Что До этого Вы ели Сами пряности Вы ели Вкус А не То мясо Которое Там было И вот Когда вы Уже Будете Это ощущать Что едите Просто мясо Оно Никакое И Тем более Вот Которое Особенно Промороженное Такое Полежавшее С тухлятинкой Можно даже Попробовать Это будет ужасно И вы поймете Что вы До этого Ели И просто Это вам Надоест Очень быстро Надоест Вот Если вы Таким способом Пойдете Еще Что вы Что-то До этого Употребляли Не то Очень хорошие слова Я как раз Вы говорите Вспомнил слова Одного из профессоров Знакомых Он говорил Следующим образом Тот Кто думает Что он хищник На самом деле Падальщик Употребляя Мясо Рыбу Яйц В организм В организм Попадают Два самых Сложных Сильных Яда Это Трупный яд И аммиак Это Тоже Такие Элементы Представляю Медведи Собрались Идет Нерест Как мы знаем Из океана В реки входит Лосось Горбуша От лестиции И вот Медведи там охотятся Видели наверное Да такие кадры Представляем так Медведь поймал рыбу Вытаскивает Так на берег Бросает Другим медведям Которые около костра сидят Вот еще Давайте поджарьте Ко мне И пошел дальше Но такого же не бывает В природе То есть рыбку поймали Сразу ее съели Не так что ее вытащили Она там повялилась Полежала Или потухла Или поджарилась Или проварилась В природе такого нет Поэтому если вы говорите О сыроедении То вот пожалуйста Кушайте как медведи Кушайте как волки А так получается Что вы даже падальщикам Не уподобляетесь Потому что падальщик Тоже в сыром виде ест А вы сначала Эта падаль превращает Она полежит Какое-то время А потом вы ее начинаете Уже готовить Ну процесс как-то усложняете Честное слово Усложняете Лучше догоните кролика И сразу в сыром виде съешь Кстати У него одного хищника Нет аппендикса Аппендикс присущ только Травоядным и плотоядным Это как раз Наш инкубатор Наши микрофлоры Кишечники Которые питаются Исключительно Пищей Содержащей растительную клетчатку Живые продукты Да И часто удивляются Отчего этот Друг аппендикс у меня Воспалился Причему приходится Делать операцию Аппендицит Да потому что Вы затравили Все что можно Трупным ядом И в том же Ну человек Прошу прощения Жрет много мяса При этом мало двигается И хочет быть здоровым И ест всякую химию И после этого удивляется Почему это у него Безбактериоз И там внутри Так нехороший запах Из него выходит И сам он весь Какой-то не такой Так что вот это все Учитывайте Давайте мы сейчас Перейдем к следующей Музыкальной паузе И после этого Будем продолжать Раскрывать Нашу тему эфира Вы слушаете Народное славянское радио Это наше наследие Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном славянском радио 26 день месяца Новых даров 7524 лет От створения Мира в Зверзном храме Понедельник По одному из древних календарей 27 ноября 2015 года Пятница По одному из современных календарей Питание И здоровый образ жизни В славянских традициях Такова тема Сегодняшнего нашего Живого эфира Главный соведущий Лапшина Дмитрий Михайлович Хочу сразу всем сказать Что мы задаем Вопросы Которые поступают В чате Который Находится На сайте Славмир.орг Народное славянское радио И если вы еще не рассказали Своим знакомым И друзьям О том Что есть такой чат Где можно вопросы Позадавать И послушать Интересные ответы То вы не совсем Правильно поступили Вы утаили Очень полезную информацию Екатерина задает вопрос Дмитрий Подскажи Пожалуйста Во время пранаям Возникает чувство Распирания пространства Причем не только В теле Но и в сознании Такое ощущение Будто бы тело Растет с космической Сторостью На много километров Вперед и в стороны С чем это связано Благодарю Итак Это очень хорошее состояние Это очень Правильный опыт Когда мы занимаемся Пранаямами Дыхательными практиками Ну а точнее Правильно Пранаямами Потому что не каждая Дыхательная практика Является пранаямой Первое Сначала начинается Очищаться тело Вслед за которым Начинается Расширяться Наше жаре тело То есть энергетическое И вот Расширяясь Энергетическое тело Мы дышим Не только кислород Воздух Но мы дышим Еще и силу Режу Так называемую Как наши предки Назвали Ярь Энергию И вот наше Жаре тело После очищения тела Начинается расширяться И бывают Такие ощущения Как раз Выходят за пределы тела Все шире Шире Но также На более высоком уровне Пранаяма Начинает После набора Определенного Достаточной энергии Начинает влиять Положительно На сознание И начинает Расширяться сознание Здесь точно так же Возникает Ощущение Расширения Ограниченности Когда пропадает Ощущение Ограниченности Физическим телом И что мы Растем На очень Большое Расстояние И вот Чем отличить От того От другого Когда расширяется Энергия И когда Расширяется Сознание Когда расширяется Сознание Все Что попадает В радиус Нашего расширения Мы начинаем Ощущать и чувствовать Не взглянув Не посмотрев Не послушав Вот в принципе Либо то Либо другое Во всяком случае Это хорошее чувство Да Это правильные эффекты Это очень хорошие уровни А вот вспомните себя Когда были маленькие Многие говорили Мамам и папам Что летали во сне Ведь маленькие дети Они Ну вообще Ребенок Он Еще связанный С тем миром Тоже И перемещается Между миром Часто бывает Ему кажется Что он летает То есть происходит Рост развития Так что Когда вы получаете Вот такие ощущения Это говорит о том Что вы возвращаетесь На уровень На уровень Вашего Младенчества В хорошем смысле Этого слова Идет продолжение Вашего развития Так что радуйтесь Дальше Дмитрий Эберлинг Как набрать вес Два года Был на сыроеден Но как и многие Из-за постоянно Падающего веса Вернулся Правда ли то Что если человек Семь дней Не пил и не ел Во время Трехнедельного Перехода По Джаз Мухин То не прошел До конца процесс То тело Все равно Уже перестроилось И на прану И нужно только Его очистить Как при этом Мне потерять Вес Или даже Набрать Благодарю Итак Методики Джаз Мухин Знаю И ее Уважаю Что касается Город На сухом В данном случае Ее методика Сухая Человек Чем Кислотнее Тело Человека Тем Меньше Дней Голодать Без Последствий Для физического Тела Человек Может позволить Себе И наоборот Чем щелочнее Тело Человека Тем Больше Дней Голодания Тем более Сухих Человек Позволит Себе Для Трансформации Организм Перейдет На питание Праной Лишь Когда Сначала Пройдет Трансформация Физического Явного Тела Щелочную Среду Потом Запустится Первый Механизм То что Мы Называем Фотосинтез Когда Организм СО2 Начнет Синтезировать Элементы Только Потом Пойдет Чистка Психики Только После Чистки Психики Пойдет Чистка Ментала Внутренний Диалог Будет Ускоряться И только После Этих Чисток Начнет Расширяться Тело Жарие Энергетическое И вот Если Оно наберет В процессе Голодания Силы Тогда Пройдет Последняя Трансформация Алхимия И организм Будет Способен Перейти На Энергетическое Питание Но Обычный Человек Либо Падает За Слабого Тела Активно Кислотное В активно Кислотном Структуре Тела Человек Переходит В анорексию Активное Похудение Либо Если Щелочное У человека Было Тело Он Следующий Подводный Камень Падает На Психике Вкусовые Рецепторы Разыгрались Либо Обиделся Это Выражается Параллельно Когда Человек По Пустякам Обижается Раздражается Либо Ментал Активно Внутренний Диалог Человек Начинает Думать А зачем Мне Это Вообще Все Надо И Вот Как раз То Выражение Которое Звучит Следующим Образом Незадолго До Победы Будет Искушение Сдаться Обладание Сухое Это Просто Практика Которую Человек Уже Своё Состояние Накладывает Насколько Чисто Его Тело Щелочное Не Щелочное Если Тело Кислотное Тогда Через Три Дня В Среднем Если Активно Кислотное Организм Начнёт Поедать Сам Себя Если Тело Щелочное То Он Продержится Насколько Сильна Его Психка И Ментал То Тут Включается Его Качество Техники Сознания То есть Присутствие Поэтому Одному Это Может Помочь Если Человек Больной На уровне Психики Либо Ментала Либо Славого Тела Кислотное Это Может Его Погубить Дальше Вопрос В эфир От Василия Первое Правило По воде Ещё Необходимо Не просто Пить воду До еды 15-30 Минут Или Через 2 часа После Но ещё И правильную Воду Из расчёта 30 миллилитров На 1 килограмм Веса Тела В сутки Как приготовить Правильную Воду И её Количество Заранее Благодарю Да К сожалению Сегодня Человек Так часто Видит Воду И слышит О ней Что перестал Её ценить Вода Это Уникальная Жидкость Аналогов Которого Вообще На земле Нет Единственная Жидкость Которая В 4 Агрегатных Их Состояниях Находится И близка По Структуре Человека Мы вообще Состоим 90% Из воды И как раз Здесь же добавлю Что первое Что происходит Когда мы Самосовершенствуемся Поднимаем Свои внутренние Вибрации Первое Что происходит Это Структурирование Нашей внутренней Жидкости Поэтому Желательно И пить Точно так же Структурированную Воду Сегодня Существует Много Всевозможных Методик По Структурированию Воды Но Какой бы Прогресс Технический Не был Природа Всегда Будет Умнее Я обычно Пил Талую Воду Замораживал Размораживал Так сказать Это первый Процесс Структурирования Любая Материя И в данном Случе Вода Имеет Три Характеристики Первая Это физическая Вторая Химическая И третья Энергетическая И вот Талая Вода Чистит На двух Уровнях На двух Позволяет Нам добиться Положительных Двух Химических Свойств Двух Свойств Первая Физическая Структурирует Воду Обновилась Кристаллическая Решетка Сформировалась Новая Более Правильная И третья Химическая Но в том Случа Если мы При Заморозке Разморозке Воды Выкинули Первый Лед И последний Первое Что замерзает Это грязь Желательно Первый Лед Выкинуть И когда Растаивает Вода Последний Лед Который Растаивает Это тоже Грязь И тем Самым Талая Вода С выкидыванием Льда Позволяет Добиться Двух Качеств Структурирования Кристаллической Решетки Воды И Химическое Состояние Энергетическое То что Сегодня Называет Наука ОВП Отрицательный Заряд Тут уже Для того Чтобы на его Повлиять Либо Человек Использует Свою энергетику Это Работа И управление Своим Энергетическим Потенциалом Либо Как минимум Ментально Два Самых Сильных Слова Люблю Благодарю И Им Подобное Вода Начнет Включаться Это Самое Простое Я Начинал Именно С Этого И Сторонник Именно Этого Следующий Вопрос Иберлинг Дмитрий Почему Если Слабость Есть Истинный Знак Голода Тело Теряется Как Вес Так И Сила При Продолжительном Следовании Этому Правилу Итак Как я Уже Говорил Чтобы Не Терялся Вес Человек Должен Обладать Двумя Качествами Это Высокий Гормональный Фон И Второе Высокий PH Когда Человек Голодает Так и Так Первые Дни Голодания Это Стресс Для Физического Тела Он Будет Так и Так Будет Испытывать Чувство Голода И Потери Сил Но Веса Он Может Не Терять Если Параллельно У него Высокий PH И Высокий Гормональный Фон Вот Это Как раз Многие Путают Соединяет В Одно И Тоже Примеры В твоем Укружении Или Личный Пример Свой Расскажи Так Очень Хороший Будет Пример Но Боюсь Ошибиться В имени Человека Сейчас По России Проводит Семинары Сыроедения Чемпион мира По тайскому Боксу Сыроедит Причем Основное Его питание Это Жидкое питание Любит Лимонный Сок Агарханьян Забыл Его имя Товарищ Хороший Такой Очень приятный Парень Молодой Человек Чемпион мира По тайскому Боксу Сыроед Еще один Пример Несколько раз Несколько кратно Олимпийский Чемпион По армрестлингу Чемпион мира Никто Насколько Понимаю Его не так И не завалил Это Алексей Воевода Тоже Он практикует Как сыроедение Так и Другие Практики То о чем Мы говорим И вполне Себе здоровый Мужчина Четверку Баба Разгоняет Так что Аж У зрителей В ушах Свистит Да Про него Слышал Действительно У нас Кстати Есть интервью В разделе Интервью Можете Часовое интервью С ним послушать Продолжайте Перебил На самом Интересном месте А нет В принципе Я завершил Тем самым Главное Это не уровень Питания А сочетать Правила питания Уровень питания И еще поддерживать ПОАШ и гормональный фон Я понимаю Иногда Вопросы Возникают От того Что Распространено Такое мнение Что Мужчина Тем более Витязь Должен Есть очень много Мясного Вот о чем мы говорили Когда Борцы Или штангисты Их прям Пичкали мясом В свое время В Советском Союзе Очень Много Как раз В орехах Гораздо больше Белка Чем в мясе На 100 грамм Если брать У меня даже Применял Помню Первые свои Семинары Когда занимался Исключительно Питанием У меня был Возил свою Таблицу Которую С определенными Медиками У которых Вернее Я взял В том числе И женщина На диссертации Которой Вернее На исследования Которые Многие Современные Профессора Защищали Диссертации Она очень Хорошую Книгу Она писала Зернобобовое И Сыройдение Зернобобовое Спасу человечества Либо питание Будущего Там вот Именно Много Тоже Очень полезных Ключиков Вописано Именно В орехах Гораздо Больше Белка Чем в мясе И знать Все эти Тонкости Правила Питания Белки Углеводы Не смешивания Тем более Полноценно Можно развиваться И оставаться Витязем Очень часто Витязем Гораздо лучше И сильнее Очень часто Да, кстати Алексей Войвод Так и сказал Что когда Он потреблял Много мяса Он достиг Какого-то уровня В физическом развитии Дальше Ну не получалось Никак Превозмочь его Перейти эту планку И кто-то ему Подсказал Как надо правильно Питаться Как себя надо Пвести по жизни Он перешел На Мегетарианство И заметил Что у него Силы увеличились Потом перешел На сыроедение И у него Силы еще увеличились Это вот можете Послушать его Рассказы А по поводу Вот мяса Один раз Мне довелось Общаться С диетологом Доктором И мне Эта женщина Доказывала о том Что в мясе Очень много Полезных микроэлементов Много того Сего пятого Десятого Я спрашиваю В каком мясе Она говорит В смысле Говорю Ну в сыром Жареным Вареным Каком Она говорит Вообще в мясе Я говорю Нет стоп Сырое мясо Это одно Свежее сырое мясо Это другое Полежавшее потуш Это третье Вареное Это четвертое Жареное Это пятое Вы про какое мясо Говорите И вот тут Был полный стопор Потому что Их всех учат так Что просто в мясе Но ведь жареное Или вареное мясо Это уже разложенный продукт В котором Много что Разрушено Вопрос Если там все это Разрушено Если там цепочки Разрушены Соединительные И прочие Аминокислоты Там разлагаются То в этом случае А что вы тогда едите Что там полезного Остается из того Что есть в сыром мясе Многие врачи Не могут ответить На этот вопрос Очень хорошо сказали Действительно так Максим Дмитрий Вы говорите Что нет неизлечимых болезней Но если человек Серьезно болен К примеру Рак или ВИЧ Не имея здорового тела С чего бы Вы рекомендовали Людям начинать Путь излечения Ведь на практике Не всегда есть силы Надо отметить Что уже многие врачи Говорят Что нет такого понятия Болезни ВИЧ Это в общем-то Придумано Как и СПИД Тоже это все придумано Надо разбираться Почему эти симптомы Возникли Пожалуйста Отвечай Дмитрий Ну да Здесь когда человек Чем кислотнее тело Тем больше вирусов Тем активнее может Проявляться недуг Правильно так сказать А чем дальше Уже проявляется недуг Тем организм затрачивает Колоссальное количество Энергии Пытаясь устранить Это все Но не имея Щелочной среды Кислотную Энергия истощается И соответственно Нету сил на физическую Деятельность Тут получается Замкнутый круг Попали в кислотную среду Появились болезни Бактерии Бактерии Вирусы Паразиты И организм Уже не будет Хватать сил В кислотной среде Чтобы Чем-то активно Самосовершенствовать Выходить Из этой ситуации Поэтому здесь Первое Не продолжать Отнимать У своего организма Энергию На процесс Термального На употребление Пищи мертвой Облегчить И высвободить Энергию Которая на это Затрачивалась То есть Облегчить питание Растительное Пускай даже Белковые орехи Чечевица Машнут И второе Даже если нету Допустим Слабое тело Допустим Стать заниматься Какими-то более Серьезными Как физнагрузкой Так и Практиками Дышать Можно даже Лежа Задерживать Дыхание У меня На сайте Могу Выслать Кому-то Необходима Табличку Какому ритму Дыхания Какой частоте Сдержки дыхания Будет соответствовать Какой PH И В каком На каком уровне Как меняет Как это влияет На ритм сердцебиения Как кто В свою очередь Влияет на Болезни Либо излечения Где уровень Находится в уровне Без болезни Когда тело Трисует болеть На каком уровне Задержив дыхание И либо параллельно Кстати Точно Можно найти В интернете В открытом доступе Таблица Дыхание Бутейка Или Бутейка Нет Бутейка Бутейка Да Таблица дыхания Бутейка Все то же самое Та же самая табличка Мне как-то Несколько лет назад Когда я еще начинал Заниматься практиками Именно дыхательными Меня в одной В одном кругу В одном Содружестве Познакомили с человеком Который Во времена Где у нас там Чернобыля Был одним из ведущих Инженеров И во время взрыва Он Так сказать Параллельно был На Чернобыле Когда была эта Катастрофа И он выжил Он живет до сих пор Он рассказывал Такую историю Еще за год До катастрофы Были предпосылы Что что-то произойдет Были такие небольшие Всплески радиации И вот он Подсознательно Думает А дай-ка я буду Делать задержки дыхания В момент Всплесков этой радиации И вот И за днем в день Там тренировался Задержки дыхания Сначала по 15 секунд Потом 30 минут А так далее И тому подобное Через полгода Его задержка дыхания Составляла 5 минут На пятой минуте Он начал ощущать Что вокруг его тела Что-то есть Какая-то плотность Вместе с которой Появились Возможности целительства Он этому удивился Это я рассказываю Со слов Его Поэтому Не прибывая ничего У него открылось целительство После чего Он поехал В Новосибирск Где был Бутенко Проводил свои В общем Познакомился В Новосибирске С методиками Дыхательными Вот этой вот Техники И дальше Уже подключил Осознанно Увеличение Дыхательных практик И в момент Катастрофы На Чернобыле Его дыхание Составляла Задержка дыхания Составляла 6 минут Вот в принципе Что такое радиация Радиация Это энергия Высоких частот Вибраций Точно так же Как лампочка Три вольта Через которой Пропускают Тысячи вольт Тело Не выдержит И это вот Если человек Как лампочка Три вольта То есть Кислотная среда То он высокими Энергии Не выдерживает А если У тела Щелочное То он Как проводник Это все пропускает Свободно Не нагреваясь Нигде Никакое Там Центральная Нервная система Не трескает Мышцы Не разлагаются Не плавятся И вот именно Дыхание Ключ на все Уж Силу на дыхание Человек может найти В любом возрасте И при любом Физическом Недуге Могу тебя Познакомить С человеком Который был Ликвидатором На Чернобыльской станции Получил определенную Дозу Лучевое Лучевое Ну облучение И получил Лучевую болезнь Но со временем Стал Заниматься Определенными Видами Практиками И сейчас У него Лучевая болезнь Не наблюдается Хотя для докторов Это нонсенс Это не может быть Отлично Здорово Так Дальше Продолжение От Максима Хочу добавить Про сырую пищу Три момента Пользы Первое Растит клетчатка Второе Аутолиз Энзимы И третье Мое личное мнение Живой сок Структурированная Вода В сырых Овощах И фруктах Очень важный Момент Дальше Ярагор Дмитрий В одном из старых Видеево Ты общался Среди разного Рода специалистов Так называемой Медицины И врачи Предложили тебе Пройти исследование На предмет Исследований Особенностей Того Организма Так вот Вопрос Удалось ли им Это сделать И если да То что-то Они необычное Обнаружили Да Такое было Эта конференция Была в Москве Есть видео Каждый может Посмотреть Где предложили Сотрудничать Изучать Мое тело Структуру На что Я положительно Согласился И оставил Свои координаты После того момента Никто со мной Так и не связался И не заинтересовался То есть Там проявляли Интерес Возможно Для Не знаю В общем Для чего Для видео Не для видео Но Оставив координаты Так со мной Никто до сих пор Не связался А так Пожалуйста Конечно А они Что хотели Тебе исследовать Ну мы В эфире Еще Не затрагивали Эту тему Это Питание Возможности Энергетического Питания И вот Все ходило Вокруг этого Когда дело Дошло До сути дела То как бы Все в сторонку И тошли Да Понятно Понятно Так Следующий вопрос От Грифа Ребенок От рождения Дышит намного чаще Нежели взрослый человек И по мере взросления Частота дыхания Замедляется У старого человека Частота дыхания И вовсе низкая Как это согласуется С техникой Искусственного замедления Задержки дыхания И чем Каким причинам Это вызвано Ну вообще Человек До родов Еще в утробе матери Живет в условиях Абсолютной Отсутствия кислорода Как он это Забыл называть Апаксия Что-то там такое Отсутствие кислорода В абсолютной среде Бескислородной И когда рождается Получает дозу кислорода Причем мощного Шок Сердцебиение Ускоряется Ускоряется сердцебиение Ускоряется Дыхательный ритм И потом это все Восстанавливается У человека В старости Замедляется Ритм сердцебиения Не потому что Он как ребенок Пришел опять К Состоянию ребенка А потому что Забивается сердечно-сосудистая Система Организма В результате которой Падает ритм дыхания Падает ритм сердцебиения Но повышается Ритм давления То есть Компенсируется У чистого человека У него будет понижаться И ритм сердцебиения И ритм дыхания И ритм давления А вместе с ним Параллельно будет Понижаться Ритм естественной Температуры Вот Да В возрасте Повышается Бывают И моменты Когда ритм сердцебиения Дыхания Понижается Но зеркально Это компенсируется Повышением давления Вот здесь Вот здесь Такой еще момент Надо учитывать А должно Понижаться Все И то и другое Илья Д Поправляйте Асфиксия Вроде называется И Гриф тут Уточняет После своего вопроса Уточнение Просто по этой теории Получается Что чем чаще Дышит человек Тем он быстрее Стареет Но тогда Спортсмены Должны быть Самыми старыми Здесь такой момент Есть четыре ритма Дыхания Спаси Их называют Ритм сокола Ритм медведя Ритм волка То что называют Быстрое дыхание Йоги называют Огненное дыхание И ритм черепахи Замедление Ритм полоза Замедление дыхания Который увеличивает Ритм сердца Продолжительность жизни Спортсмены Дышат Не 24 часа в сутки Быстрым дыханием Огненным Огненное дыхание Быстрое Это ритм Это техника Это дыхание Регенерации При быстром дыхании Человек увеличивает Себе регенерацию Потом останавливается Входит Его процесс Начинает дыхание Резко замедляться Это процесс Регенерации Организма А если взять К примеру Для сравнения Собаку Собака дышит В ритме 48 ударов В минуту Человек В средней Статистике 17 ритм в минуту Черепаха Дышит в ритме 1 По-моему 5 ударов В минуту Ритма в минуту Соответственно Черепаха По человеческим меркам Собака По человеческим меркам В среднем 20 лет Человек При таком ритме Дыхания 17 ударов В минуту 65-70 лет А черепаха 500 Нет Именно Понижая Дыхание Понижая Ритм давления Сердцебиение В ритме Жизнь Начнет Увеличиваться Спортсмены Это Не 24 часа Сутки Они дышат Дыхание Лука Это Кратковременно Это увеличивает Регенерацию А уже часто Если человек Постоянно Несколько часов Сутки В подряд Допустим Больше часу И постоянно Это будет Уже истощать Это будет Сказываться Не столько На качестве Жизни Сколько На продолжительности Жизни Кто сейчас Находится Не в чате Очень сильно Должны завидовать Тем Кто в чате Находится Потому что В чате Идет очень активная Переписка И иногда Я завидую Сам себе Потому что Я могу читать Такие интересные Умные Повествования Которые здесь Иногда выкладывают Наши участники Так что Те кто еще Не в чате Присоединяйтесь Вы хотя бы Сможете Читать Комментарии Вот здесь Гриф написал Ой не надо Про отсутствие кислорода Амниотическая Жидкость Пропитанная Кислородом И ребенок Дышит водой Я вот даже Таких слов Не знаю Он знает Видите какие У нас умные Читлани есть Так ну что Давайте еще Провьемся На одну музыкальную Паузу А потом Продолжим Разбирать Тему Отвечая на Вопросы Наших Радиослушателей Народная Славянская Радио Пора Просыпаться Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио 26 день Месяца Новых Даров 7524 лета От сотворения Мира Звездном Храме Понедельник По одному Из древних Славянских Календарей По одному Из современных 27 ноября 2015 года Пятница Питание И здоровый Образ жизни В славянских Традициях Такова тема Сегодняшнего Нашего Живого эфира Лапшинов Дмитрий Михайлович Главный Наш соведущий И у нас Остается Буквально Несколько минут До окончания Нашего эфира Вопросов Много Поэтому я предупреждаю За 5 минут До окончания Я прекращаю Зачитывать вопросы Те которые Не озвучил В лучшем случае Перейдут в следующий эфир А следующий эфир У нас будет Планироваться После 14 декабря Так что Следите за анонсами И скорее всего Мы повесим В обратной связи Такой пунктик Вопросы Дмитрию Лапшинову Где вы сможете На будущее Задавать вопросы Связанные С тематикой Сегодняшнего Нашего эфира И предлагать Новые темы Для новых эфиров Вообще Когда я слушался Сегодня Продолжаем разговор И подумал Там хлебает чай Птица-говорон Ну птица-говорон Это же как-то Типа робота Вот как она интересна Чай-то хлебает Ну ладно Итак Зигфрид задает вопрос Какое лучше питание Для глаз Особенно при работе С компьютером Ну Активно Способствует Развитию глаз Не столько Сколько питания Сколько будет Определённая методика Что касается питания Да Конечно Черника Морковь Хорошо будут На это влиять Но есть определённая техника Когда человек Хотя бы просто Смотрит в окно Видит какую-нибудь Точку на окне Потом раз Посмотрел вдаль На точку вдаль На точку вдаль И так Пять минут Переносит взгляд Вперёд-назад Вперёд-назад Так сказать Глаза устали Если допустим Через две с половиной минуты Устали Обязательно Не напрягаем Закрываем глаза Даём им отдохнуть Отдохнули Продолжили И так Даже пять минут В день Начнёт активно Увеличивать зрение Самое главное Что бегание Глаз Таким вот образом Вперёд-назад На стекло Либо вдаль Мы должны Не бегать Не раскоса То есть А должны Посмотрели Сфокусировались На точку Всем фокусом Навестись И увидеть полностью Потом А потом Перенеслись Допустим Вдаль Посмотрели Вдаль Всё не расплывается Сфокусировалось Внимание Потом опять Вблизь И так Увеличивая Постепенно Скорость Многие Начинают Большую скорость Набирают Вперёд-назад Вперёд-назад Смотреть И объект Уже сам Расплывчатый Но скорость Высокая Таким вот образом Качество глаз Зрение глаз Не увеличивается Только Объекты Должны Чёткие Чётко Сфокусировались Перенесли дальше И она Вдалеко И так далее А из питания Черника Морковь Хорошо Вопрос Теста Александр В 1932 году Отто Варбург Получил Нобелевскую премию По химии Из определения условий Жизни Злокачественных опухолей Варбург Выявил Что здоровые клетки Генерируют энергию Благодаря Окислительному распаду Органических кислот В митохондриях А опухолевые И раковые клетки Напротив Получают энергию Через неокисленный Распад глюкозы Переход На бескислородный Способ энергетики Согласно Варбургу Приводит К автономному Бесконтрольному Существованию клетки Она начинает Вести себя Как самопостоятельный Организм Стремящийся К воспроизведению Именно Недостаток кислорода Делает жидкости Организмы Кислотными А в кислотной среде Развиваются Злокачественные клетки Учитывая это Как можно говорить Что углекислота Является элементом Бессмертия Я точно так же скажу Что современная Медицина Какая бы она Высокая Медицина Наука Какая бы она Хорошая И хорошая звучала Не было Наука на сегодняшний день Разгадала Вселенную И ДНК Человека На 3% Допустим Если брать Только ДНК Человека На 3% Разгадала ДНК Геном Человека 97 Современный Научный Термин Сейчас выскажу 97 Непознанного Генома Человека Называют Мусором А ведь в этом Более глубоком Уровне Прям такой вот Мусорный Геном Человека То есть 97 Непознанных А вот именно В этих 97 Происходит Самый Тайный Ключик Процессов Нашего Самосовершенствования И вот Познав Только 3% Уже сегодня Выстраивается Медицина Наука И все Что с этим Связано Я могу Привести Другой пример Другого Ученого Сейчас Который Опыт Сердца Цыпленка Делал Где Так сказать Развил Бессмертие Клетки Которая В его Щелочном Растворе Стучала Жила Он ежедневно Заменял Только раствор На более чисто На более щелочной Курицы Не было Стучало Только сердце Стучало Стучало И так И так Простучало 35 лет Ни одна Курица До такого Юбилея Не дожила Именно Я В науку Отношусь Двусторонне Поэтому Человек Проверил Доказал Что-то Проверь на себе Я проверяю Все Через дыхание Какие состояния Человек Достигает Я Много Онкологии Занимаюсь Именно Через дыхание И все Это Полноценно Получается Без Таких Вот Верить Наобум Что касается Кислотной Диеты Кислотное И питание И закисление Тела Я слышал Про это Но я Не сторонник Этого Все что я Сказал Это мое Личное Мнение Поэтому Можете Будь уверен В своем Мнении Но Тем не менее Доверяй Но проверяй Мое мнение Отрицательное К этой методике Здесь есть На мой взгляд Одна химическая Неувязочка Когда мы Говорим Именно Недостаток Кислорода Делает жидкости Организмы Кислотными Дело в том Что кислота Образуется При наличии Кислорода И если Нехватка Кислорода Вопрос Как может Получиться Кислота Кислород Это то Что рождает Кислоту Если этого Элемента Нет То кислота Не может Образоваться Ну да Совершенно верно И дальше Если мы Говорим Про ученых Которые Все у нас Знают Но при этом Считают Что очень Много У нас ДНК Мусора Как они Объясняют Например Что йога Которого В какую-нибудь Емкость Закупоривают Так что там Нет прихода Кислорода Нет питания Нет жидкости И он там Может находиться В нормальном состоянии Несколько лет И существуют Сейчас такие Примеры Когда люди Которые еще В Советском Союзе Уходили Состояние Самадхи Сейчас возвращаются Нормально себя чувствуют Бодренькие Такие Хорошие Совершенно верно Как ученые Это могут Объяснить Вот в этом году Как раз И выходит Несколько Так сказать Жрецов Носителей Знаний Из медитации Современно СССР Ушли медитации А что касается Жизнь бескислородной Один из первых Моих учителей Он был Даусом И есть Даус У него проводили Такой эксперимент Точно так же Закапывали Но не как Допустим Сегодня Закопали Там полиэтилен Постелили А у Даусова Было все настолько жестко Просто Землю выкопали Песком засыпали И он там Сутками находился Не дышал Это все тоже Реальность И тело Начинает активно Развиваться Если Неоцелостный человек Без дыхания Умирает То включая В определенные Состояния Человек начинает Увеличивать Продолжительность жизни Напоминаю Что вопросы Из чата Мы сейчас Уже не принимаем Потому что И так Вопросов Огромное количество Мы просто Не успеем За оставшиеся 10 минут Их все Озвучат Напоминаю Что тем Кто еще Не в чате Во первых Вы Не видите Того Что Здесь Творится И Сколько Людей Обменяется Интересной Информацией Поэтому Вам следует В чат Войти Славмир.org Называется Наш сайт Или Народное Славянское Радио Ищите В любом Поисковике Там дальше Слово Чат Нажимаете Регистрируйтесь Один раз На всю жизнь И также Наслаждайтесь Процессом Общения Вопрос В эфир Василий Вопрос С абсолютным Большинством Основных Заболеваний Можно справиться С помощью Питания Сыроедения Правильная вода И необходимое Количество Голодания От 3 до 4 Раз в месяц По суткам Достаточно Чистка По необходимости Пока не могу Разобраться Только с суставами Колени, локти, плечевые суставы С позвоночником И зубами Предлагаю Что можно Поможет Йога Асаны И пранаяма Интересно Мнение Дмитрия Михайловича Да Что касается Как уже говорилось До такой момент Замена клеток Мыши Клетки мышц Заменяются Где-то полгода Кожа Месяц Клетки органов 10-12 месяцев Клетки же Костного уровня Заменяются 7-10 лет Если Плыть по течению Не заниматься Практиками Оставить это все На регенерацию Организма Самостоятельную Не способствовать Ему Можно плыть по течению Но можно еще Гребсти По течению Итак Есть специальные практики Увеличивающие Регенерацию Организма Как Мышечного Тканевого покрова Так и костного Подкрова Костные практики Так сказать Бессмертие человека В костях Как было зашифровано В наших сказках Кощей бессмертные И подобные Но я не хочу Сейчас Прорекромировать Все возможные Тезисы Тем не менее Для регенерации Костей Есть практики Как минимум Я бы рекомендовал Самый произвольный Поток энергии Это На сайте Я расписал Эту технику Можно даже В любом Поисковике Написать Самый произвольный Поток энергии Это выкинет Либо На мой сайт Где эта техника Описана Либо на аналогичную Технику Ну хотя Аналогичную технику Описал только Один из Мастеров Цигуна Это Вон Кью Кит Итак Данный комплекс Там Нажимается Точка на пупке На макушке Выполняется Две Многим знакомые Техники Поднятие неба Удержание луны И человек Входит в поток Который Начинает Увеличить Регенерацию Во всех его клетках В том числе И костном Вопрос Уже дальше Стоит От времени Нахождения В потоке Обычно Рекомендуется Здоровому человеку Две минуты Особенно В дни голодания Питается Организм Пропитывается Клетками Увеличивается До нарушения Каких-либо Недугов Излечения Если у человека Болеет Желательно Довести до 5 минут А если у человека Онкология Желательно Довести до 10 минут Вот в принципе На первом уровне Я рекомендую Эту практику На втором уровне Когда уже человек Способен Заниматься Более глубинными Уровнями сознания Подсознания Дыхательными практиками Мы работаем Уже с Свилей Икола жизни Две техники Кто знает Может тоже Рекомендую Применять Очень сильные техники Особенно Поднятие Костного уровня Очень интересный Комментарий Дима пишет Насколько я знаю Варвар доказал Что в щелочной среде Онкология не развивается И не только он Это доказал А это говорит о том Что друзья мои Занимайтесь спортом Держите Кровь Жидкости В жидкости В нормальном состоянии Жидкости Лимфы жидкой Питайтесь правильно Не закисляйте себя И все у вас будет хорошо И не будет у вас онкологии Не будет у вас паразитов И будет жизнь у вас прекрасна Так дальше вопрос Зигфрид Ну зовут меня так Человек с юмором Молодец Мне нравятся такие люди Какое питание лучше Для практики Для улучшения зрения Особенно если работа За компьютером Не будет ли кризисом Для организма Наличие Начинания с сыроедением В частности Для глаз И желудок Первое Что происходит Когда человек Резко изменяет Своё питание Это да Начинается активная Чистка Организм привык Питаться старым И получать Из старого питания Термально обработанную Пищу Элементы Синтезировать их А тут организм Начинает получать Новое питание Он пока Весь в поисках Синтеза Из старого питания И это ещё Первые шаги Стресс Обычно Дляца полтора Возможно Достигается В зависимости От кислотности тела До полугода То есть Стресс На новом питании Человек может испытывать Полтора месяца Шесть месяцев Если мы не занимаемся Никакими практиками Внутренними Поэтому Да Здесь Параллельно дыхание Иначе В эти В эти Как раз Первые Месяца Стресс Для тела Это Поиск Нового Приспособления К новому питанию Это Потеря веса Либо Слабое Самочувствие Либо Психика Либо Ментал Начнут всё это Чиститься И вот Многие Как раз Как друзья Начинают делать Выводы Допустим Мы поменяли питание И тут сразу Ты куда-то Неправильно Зашёл Ты там Питаешься Неправильно Посмотри на себя И вот Многие начинают Оценивать Когда идёт Чистка У человека Когда идёт Перестройка И вот Либо наоборот Многие Сами на себя Смотрят Зеркало Допустим Идёт Чистка Допустим Волосы Расчесались На расчёске Волосы Остались Тоже с этим Связано Идёт Чистка Многие Пугаются Это И в момент Чистки Начинают Всё это Бросать А ведь Только после Чистки Начинается Процесс Трансформации И поэтому От этого Никуда Не деться Организм Прежде чем Измениться Тоже Сначала Избавиться И почиститься От старого И вот Мы можем Только Поспособствовать Параллельно Дыхание Всем этим Заниматься И ещё Надо Не забывать Про Упражнения Для зрения Которые Очень хорошо Жданов Преподает Схемы Эти все Есть в интернете Они не очень Сложные Так что Полезно Сидеть за компьютером Иногда Отрываться Смотреть вдаль Двигать глазками По схеме Сам на себе Пробовал Очень помогает Поверьте Дальше Отлично Я хотел бы поделиться Ещё тоже методикой Одной Древней техникой Для глаз Раньше За её распространение Выгоняли Из школы Сейчас Она у меня тоже На сайте В открытом доступе Есть И разрешили Выложить Вот буквально У нас Прошёл тренинг Недельный У женщины Одной за два дня Восстановило зрение На занятия Приходила на третий день Уже без очков Хороший показатель Хорошо Дальше Александра Здравствуй Дмитрий Вы сказали о том Что сейчас Произошло разделение Практика На развивающие тело Развивающие душ Развивающий дух И так же Что разделение Между традициями Йоги Только от ума Тогда первое Йога в любой традиции Ведёт ли к развитию Дух Развитию всех трёх Фундаментов Тела Души и Духа Так Я скажу просто Следующим образом Каждая Как множество Троп Которые ведут На одну и ту же Вершину горы Так и множество Систем и традиций Ведут К единению Познанию себя То есть Просветлению Единению с Духом Только своими путями Своими традициями Но не все целостные Одни допустим Стараются Через тело Достигать Другие допустим Даоские направления Либо Буддийский цигун Так называемый То что мы сегодня Называем цигун Путь через эфирное Сжаре тела Энергию Дзадзин допустим Пытается всё это добиться Через сознание Через концентрацию Ну чем целостная система Тем быстрее человек Поднимется До вершины горы Поэтому да Традиций много Но Все традиции Это как поломанный телефон То что мы сегодня имеем Они все целостные Но все стремятся К одной и той же вершине горы Второй вопрос Практики Которые рекомендуете Вы Можно начинать При любом состоянии Тела, души и духа И с чего следует Тогда начинать Эти практики Да конечно Система для того Разбита на несколько уровней В данном случае Пять уровней Что первый уровень Который открыт Он Так сказать Доступен И желательно Для любого человека В любом состоянии здоровья Душевного Психического Либо физического Начинать Дыхание 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 Потом вторая техника Дыхание Ладо живота Включить органы Вместо Вот как минимум С этих двух практик На сайте Все это Можно просто В поисковике Вбить мои инициалы И вы попадете На необходимый сайт Где подробно Описаны Эти техники Говоря о разделении На мужской и женской Почему Или для чего Произошло Это разделение Когда сущность Рождается в теле Мужчина Она хочет познать Себе через волю Когда сущность Рождается в теле Женщины Она хочет познать Себе через любовь И вот Именно Для чего Именно Произошло Когда-то Это разделение Мы уже сегодня Не скажем Только Ответить на этот вопрос Можно Тогда Когда мы Вернемся В то состояние Первоначальности До этого Можно догадываться Но Любые догадки Как я уже говорил Это Незнание сути Догадываться о них Это тратить время Попросту Разглагольствовать На эту тему Сегодня есть такой факт Ребус Который Мы узнаем Когда достигнем Как минимум Просветения сознания Также был затронут Вопрос О развитии В семье Пожалуйста Подскажите Откуда можно Почерпать информацию В семье Как видите К чему И каким образом Стремиться Создавая семью Представление Об этом Довольно размыто Так Я Порекомендовал бы Посмотреть Мое видео Называется Ты мастер Эпилог В ютубе Можно так и написать Я потому что Сейчас не скажу Я собирал Много-много лет Всевозможную информацию В том числе И семье И Просто там Выложил это Разложил Там Тематика Данного видео Посвящена Многим Направлениям Где-то В середине В семье Просто из каких Источников Из многих Я это все Собирал И сейчас Просто не Отвечу Давай тогда Я подскажу Надо Наверное Брать информацию О том Где сохранилась Она Сохранилась Она у староверов Не у старобрядцев Христиан А у староверов Хотя у старобрядцев Тоже она сохранена Но там Несколько сложнее Надо бывает попасть Потому что они Ограничивают Выход информации Так вот У староверов Есть четкое Представление О том Что такое Семейный союз Не брак Именно Семейный союз Как он Для чего Организуем Каким образом И так далее Поищите там Там много информации Дальше Илья пишет Температура тела 36,3 Это хорошо Для организма Когда человек Самосовершенствуется Его ПАЖ Поднимается И подстраивается Под это В наше Жаре Энергетическое Тело Это хорошо Организм так и будет Понижаться В температуре Организм будет Переходить Из углеводородной Структуры В кремниевую А потом В кристаллическую И так далее Но если человек Замерзает Значит у него Еще идет чистка Это криз Другими словами Если понижается Температура Но мы не мерзнем Это очень хорошо При понижении Температуры Естественной На полградуса Увеличивается Продолжительность Жизни Чуть меньше Чем 10 лет Карут Сахарный диабет Инсулиновозависимый Вылечили Или не Инсулиновозависимый Да Инсулиновозависимый В принципе Надо понять Что инсулиновозависимый Диабет Это тоже Вполне Поддающийся Лечению Такая проблемка Просто Железы Железы должны Правильно начать работать Если железы Неправильно работали Значит ищите Проблему Почему они Неправильно работали Где-то что-то забилось Где-то что-то не так функционировало Восстановите работу И все нормально Все восстанавливается Совершенно верно Первое что начинаем Это работа с железами Включение их Так и есть Дальше Низка вопросов осталось Может быть успеем Вопрос в эфир Мария Как ведущий Относится к прополису Маточному молочку И перге Так Положительно На определенном уровне питания Даже на сыроедении Особенно первые полгода Желательно Это включить В свой рацион Маточное молочко Это вообще То молоко Которое позволило Пчелам Не изменить Свою ДНК На протяжении Несколько тысяч лет Это очень сильная Восстанавливающая ДНК Структура Но на более высоком Уровне Питание И внутреннего синтеза Когда человек Духовно начнет расти От этого необходимо Будет отойти Со временем Когда организм Запустит сам Внутренний синтез Наш организм Излишки не вырабатывает Если у нас Извне попадает Что-то Какой-то элемент Наш организм Эти элементы С целью Сохранения стабильности Не вырабатывает Потому что Попал уже внутри Извне То есть Самостоятельно Незачем это вырабатывать Организм Излишки не вырабатывает А мед И все Что с ним связано Пчела Человая продукция Это вся таблица Менделеева И на высоких уровнях Перед запуском Своей внутренней Таблицы Менделеева Надо будет От этого отходить А до этого Рекомендую И положительно Смотрю на это Такая реплика Когда мы говорим Про жарье тела И PH У арковинона Это вызывает Конечно Некоторое восхищение Хорошее соседство Жарье тела И PH Просто умиляет Такой жаргон Или мы говорим По-русски Или мы говорим Не по-русски Вместо PH Тогда говорим Кислотно-щелочная среда Например Хорошо Так Дальше Буквально коротко Василий За этот вопрос Находясь на сыроедении При срыве Употреблении Вареной пищи Очень хочется пить Жидкость С кислотным привкусом Морсы И натуральный лимонад Например Вода, лимон и мед И я так понимаю Цитрусовый лимон Мандарин Гейрофрукт И мандарины И так далее Также ягоды Клюквы Смородина И прочее Помогают Расщеплять Яды Токсины И шлаки Интересно Мнение Дмитрия Буквально коротко Да, нет Да, согласен Людмила пишет Вопрос в эфир Где скачать Ваши практики? Сайт Темастер.ру Либо в любом поисковике Дмитрий Лапшинов Набирайте И попадете на сайт Дальше Серьезный вопрос Марат задает Дмитрий Мужчина 57 лет Болеет Рассеянным склерозом Больше 10 лет Отказывает ноги Сейчас может Передвигаться На палках И только по дому Сейчас плавно Переходит на вегетарианство Может ли ему помочь Сам перехожу На сыроедение Практикую Аннулому Вилому Стойку на голове Итак Что касается Рассеянного склероза Это Первое Баланс Полушария мозга Нарушен А после этого Нарушается Центральная Нервная система Для этой техники Для избавления От этого недуга Есть специальный комплекс Который Называется Сенситивный тренинг Я его только сегодня Выложил Как раз Кстати в интернет Вот там С тематикой Детского развития И Вторая часть Это техника Сенситивного тренинга Где полностью От азов От простейших Упражнений До более сложных Показываю Эту технику У меня как раз Была женщина Занимала В Москве И занимает Наверное Сейчас три года Уже не видел Одну из высоких Должностей По пожарной безопасности Был рассеянный склероз Третьей стадии Памяти нет Каждый За месяц До выступления Учила Наизусть А когда ходила Теряла Шаг равновесия Ритм шага И вот за четыре месяца Лишь парами Упражнениями Она себе поставила Вернула Хорошо Дальше вопрос Мария Здравствуйте Можете подсказать Как бороться с глистами Особенно Те и у кормящих мам Эфир у нас был Совсем недавно С Ари Радом Будет он Скоро запись Его будет Скоро запись Выложена Так что Смотрите В разделе Эфиры И просто сейчас Это длинная Наверное тема Я знаю Что когда Восстанавливается Кислота-челочной баланс И кровь нормализуется То как-то паразитам Там у нас Не очень нравится Жить внутри Дальше Василий Что Дмитрий Может пояснить По бездрожжевому Домашнему хлебу Стоит употреблять Или нет Насколько важно Также по меду Пчеловодствам А также по молоку Опять же Очень длинный вопрос Не знаю Как нам быть Сейчас коротко Тогда скажу Если человек На термально Обработанной пище Без разницы В съедении Либо Молочно-растильное питание То дрожжевой хлеб Очень хорошо Конечно Мед И все Что с этим связано И то и другое Углеводы И тем более Еще и можно Соединять И смешивать Именно здесь Бездрожжевой Домашний хлеб Имеется ввиду Бездрожжевой Отлично Так дальше Какое значение Питание человека Имеют жирные продукты И масла Как от них Можно отказаться Взял Отказался Это Александр Затем вопрос Понял Ну в природе Отдельно нету жиров Это сегодня Допустим Есть там Масло растительное Там рафинирование Рафинирование Подсолнечное Кедровое масло В природе В природе Все в совокупе Человек Из-за ореха В нем уже есть И масла И белки Там всевозможные элементы Природа Это все Не выжимает Отдельно А человек Масло Она Выжимала Потом добавляет Другие продукты Тем самым И как влияя На их Тех самые Энзимы И меняя Конституцию И как минимум Начинать Управить пищу Которая содержит Те же самые Внутренние масла А потом Избавляться От них постепенно А тогда Желательно От них отказаться Так Здесь у нас Идут уже Вопросы Довольно Такие Мощные Давай просто Зачитаю И не будем Отвечать Потому что Время уже нет Алексей Задает вопрос В традиции Волхвые жрецы Контактируют С духами предков Если после смерти Тонкие тела Распадаются А духи уходят В следующее воплощение То что это за духи Поясните Пожалуйста Благодарю Это первый вопрос Дальше От Данилы Связан вопрос С какими Трудностями Ты сталкиваешься Сейчас На пути своего Развития На пути учителя Особенно Интересует вопрос Взаимодействия С обществом С людьми Какой Даешь совет Для того Чтобы минимизировать Разногласия При общении И так далее И тому подобное Следующий вопрос Илья Хотелось бы узнать Еще рекомендации По времени Приему пищи Насколько знаю Чем позже Прием пищи Тем дольше Иллюминация В организме С другой стороны Есть рекомендация Что по времени До которого Прием пищи Необходимо завершить Дальше Алина Спасибо вам огромное Также Дмитрий Извините Подключилась поздно Понятно Поздно подключилась Слушаем записи Вот у нас Несколько вопросов Осталось без ответов Но поскольку Время эфира вышло Дмитрий просил Закончить Вот в это время То мы заканчиваем Единственное Что я прошу Дмитрия Чтобы он дал Вернее не дал А сказал Что это доброе Заключение Нашим радиослушателям От себя Чтобы душа Развернулась И какое-то Такое Напутствие Друзья Хотел бы Сказать Одно из Таких вот Важных вещей Вне зависимости На каком уровне Питания вы Находитесь И какие невзгоды Если вы Встречаете То Из любой ситуации Можно увидеть Плюс А можно минус То есть Больше Улыбаться Больше наслаждаться Больше радоваться Мы Притягиваем к себе То Какие эмоции Сами испытываем Чувства Если вы веселые И радостные Тогда и больше Света притягивайте В свое пространство Вокруг себя Если вы постоянно Раздражительны То пространство У вас И начнет Подкидывать Такие тренажеры Пока вы не изменитесь Не справитесь Поэтому Три главных Фундамента С которых человек Должен Начинать Своё самосовершенство Даже просто Свои будни Проснулись Первая Осанка Макушка Упирается В небо Растягивая Позвоночник Как Второе Расслабление И третье Состояние Любви Счастья Наслаждение И вот Первое К чему мы должны Прийти Это научиться Держать Третье Фундамента Все Бодрствующее Состояние И неважно Идем мы по улице Занимаемся Практиками Там Едим С кем-то Говорим Три Фундамента Должны быть У нас Всегда С нами И мастер Тот Кто способен Их удержать Всю осознанность Все Бодрствование Поэтому Больше Жизнерадостности Больше Душевности И Всех Вам благ Благодарю Сегодняшний Эфир у нас был Очень содержательный Познавательный И самое главное Мы никого Не агитировали Никого За здоровый Образ жизни Мы просто Рассказывали о том Что Сами когда-то поняли До чего-то дошли Это не говорит о том Что мы против кого-то Это не говорит о том Что мы предлагаем Кому иметь свой образ жизни Нет Образ жизни Может изменить Только сам человек Мне вспоминается Такой Ситуация Наши туристы Приехали в китайский ресторан Ну в Китае Там китайский ресторан Пришли Заказали какие-то Кушанья Которые Такие яркие названия Ну китайцы им принесли Поставили Какие-то тарелочки Что-то там непонятное Такое плавает у них Вот Он спрашивает Официанта А это из чего? Говорит Вы искусите по залезу Ну из чего это? Я не буду есть пока не знаю Нет Искусите это вкусно Ну тут пробует тоже Вроде вкусно Все съел Говорит Ну расплачивается Спрашивает А почему мне сказали-то Из чего это? А потому что Если бы я сказал Есть не стали А мне нужно деньги С вас получить Так вот, друзья Прежде чем вы Что-то будете В рот класть Вы должны Четко сознавать Что вы Себе в рот Кладете И что У вас Будет потом Есть такая Русская поговорка Глазки Видели, что брали? Ручки А вы теперь Кушайте Пока не повылазите На 7 я с вами прощаюсь Напоминаю, что 26 день месяца Новых даров 7524 лет Остворение мира Звездным храмом Понедельник И это по одному Из древних календарей А по современному Одному из современных 27 ноября 2015 года Пятница Питание и здоровый образ жизни В славянских традициях Такова была тема Сегодняшнего эфира Главный соведущий Лапшина Дмитрий Михайлович Низкий поклон ему За участие Всех благодарю За активное участие За очень веселящие И бодрящий чат За интересные вопросы Желаю вам всем добра До новых встреч Услышимся Народное славянское радио Для пытливых умов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok